Илья Эренбург. «Люди. Годы. Жизнь». Книга шестая. Издательство «Художественная литература. Москва. 1966-1967 годы». Считает Игорь Мурашко. Не знаю, правильно ли я поступил, закончив пятую часть моей книги, маем 1945 года. Ведь все, о чем мне предстоит рассказать в последней части, началось год спустя. А события и переживания 1945 года были еще тесно связаны с войной. На Потсдамской конференции, на встречах министров иностранных дел в Лондоне и в Москве, наши дипломаты спорили с англосаксами, но в итоге еще принимались компромиссные решения. Еще продолжался обмен восторженными телеграммами и орденами. Повстюду шли процессы над гитлеровцами и над их соучастниками. Прокуроры узнали страдную пору. Судили и казнили Лаваля, Квислинга. Долго длился суд над палачами Бельзена. В Бельгии, в Голландии, в Италии, в Югославии, в Польше, у нас, что ни день, печатали обвинительные заключения. Судили престарелого Петена. Это было понятно. Он сыграл слишком видную роль в уничижении Франции. Судили даже норвежского писателя Кнута Гамсона, автора чудесных романов, которыми я зачитывался в молодости, хотя ему было 85 лет, и Гитлером он восхитился, скорее всего, от старческого слабоумия. Еще юлил перепуганный Франко. Еще сопротивлялась Япония. Помню день, когда я прочитал об атомной бомбе. Даже пережитые нами ужасы не смогли вытравить до конца всех человеческих чувств. И вот произошло нечто, бесконечно удалявшее нас от привычных представлений о совести, о духовном прогрессе. А я все еще продолжал верить в слова Короленко, выписанные когда-то гимназистом четвертого класса. «Человек создан для счастья, как птица для полета». Более оглушительного опровержения 19 веку, чем Хиросима, нельзя было придумать. Люди непризывного возраста как-то сразу почувствовали, до чего они устали. Пока шла война, держались, а только спало напряжение, в ноги легли. Инфаркты, гипертония, инсульты. Зачернели некрологи. В июле двинулись на восток первые эшелоны демобилизованных. Солдаты вернулись в города, разбитые бомбами, в сожженные деревни. Хотелось отдохнуть, а жизнь не позволяла. Снова я увидел душевную силу нашего народа. Жили трудно, ноги впроговать, работали через силу и все же не опускали рук. В аудиториях университетов, институтов рядом с зелеными юнцами сидели 30-летние ветераны, прошагавшие от Волги до Эльбы. Один мне рассказывал, приходится корпеть над книгой полночи. Забыл, начисто забыл. А ведь проходил, сдавал на аттестат. Я подумал, глядя на него, конечно, трудно, труднее, чем ему самому кажется. У него ведь второй аттестат, вторая зрелость. Мы слишком хорошо помнили, что у нас позади. А думать старались о будущем. Загадывали, мечтали. И про себя, и вслух. Было много различных драм. Один рассказывал, что потерял квалификацию. Другой жаловался, не дают жилплощади. Молодой лейтенант угрюмо повторял, оказывается, и он, Петя, как нарочно. Он приехал к себе в Муром и увидел, что у жены новый муж. Не писала, чтобы не огорчить. Ко всему новый муж тезка. Лейтенант чуть было не убил обоих. Потом сели ужинать, проводили его на вокзал. Он решил ехать в Таллинн, там, где мобилизовался, а по дороге зашел ко мне отвезти душу. Профессор сказал мне об усатых, мрачных первокурсниках. Совершенно от рук отбились. Я про себя усмехнулся. Я ведь тоже отбился. Еще в 1944-м я начал подумывать о романе, а сел за бурю только в январе 1946-го. Долго не мог взглянуть на войну со стороны. Сначала я сам не понимал, что со мной происходит. Потом, приглядываясь к другим, понял, что от войны не так легко отделаться. Мы все ее отравлены. Прежде я мечтал кончиться, отдохну, поброжу по лесу, по лугам и сяду за роман. Оказалось, что я не могу оставаться на одном месте. Я начал колесить. В конце июня я поехал в Ленинград. Я там не был с июня 1941-го. Каждый раз, когда я приезжаю в этот город, он меня потрясает. После Москвы, а я люблю Москву, в ней прошло детство, отрочество, отдыхают глаза. Улицы Ленинграда связаны с природой. Небо, вода входят в городской пейзаж. Повсюду виднелись следы страшных лет. Что ни дом, то рана или рубец. Кое-где еще оставались надписи, предупреждавшие, что ходить по такой-то стороне улицы опасно. Многие дома были в лесах. Работали главным образом женщины. Люди, шутя, говорили о косметическом ремонте. Однако не дома наводили грусть. Люди. Я всматривался в толпу. До чего мало коренных ленинградцев. В большинстве это приехавшие из других городов, городков, деревень. А пережившие блокаду частами рассказывали о ее ужасах. То, что они говорили, было известно. На всякий раз сжималось горло. 9 июля было солнечное затмение. Люди стояли на улицах, смотрели. Вдруг потемнело, подул холодный ветер, заметались птицы. Мальчик лет десяти скептически сказал, «Это что, пустяки, вот когда с Вороньей горы стреляли?» В букинистических магазинах лежали груди редких книг. Библиотеки ленинградцев, погибших от дистрофии. Я взял одну книгу в руки. Продавец сказал «Поздравляю». Но я не мог даже порадоваться. Это был сборник стихов Блока с надписью неизвестной мне женщине. Я и теперь не знаю, случайно ли это автограф или страница из жизни Блока. Не знаю, у кого была книга до войны. У старой знакомой поэта, у ее детей, или у библиофила. Может быть, это фетишизм. Но взглянув на почерк Блока, я вспомнил Петроград давних лет, тени умерших, историю поколения. Я увидел афишу «Выставка служебных собак и собак, уцелевших при блокаде». На почетном месте сидела овчарка Дина с оторванным ухом. Надпись гласила, что она обнаружила пять тысяч мин. Собака печально глядела на посетителей, видимо, не понимая, почему на нее смотрит. Ведь она делала только то, что делали люди, а отделалась легко одним ухом. Собак, переживших блокаду, было, кажется, пятнадцать. Маленькие, отощавшие дворняшки. Их держали хозяйки. Тоже маленькие, высохшие старушки, которые делились со своими любимицами голодным пайком. Один писатель написал мне, что в этой книге я слишком много пишу о собаках, барские причуды. Я вспомнил, читая это письмо, не только о каштанке, но и о ленинградских старушках. Еще раз повторяю. Моя книга сугубо личный рассказ об одной жизни, одной из множества. С таким же правом меня можно обвинить, что я пишу слишком много о живописи и мало о музыке. То и дело вспоминаю Париж и не упоминаю о Чикаго, говорю о евреях, а умалчиваю о бесланцах. На выставке я вспомнил историю двух ленинградских пуделей Урса и Куса. Они принадлежали Груздеву, биографу Горького, одному из серапионов. В начале блокады жена Груздева принесла хлеб, паек на два дня. Впередний зазвонил телефон, она забыла про голодных собак, а вспомнив, побежала в комнату. Пуделя глядели на хлеб и роняли слюну. У них оказалось больше выдержки, чем у многих людей. Илья Александрович вскоре после этого застрелил Урса и его мясом кормил Куса, который выжил, но стал недоверчивым, угрюмым. Я никому не хочу навязывать мои вкусы. Можно не любить собак, но над некоторыми собачьими историями стоит задуматься. В Пушкине, на стенах разбитого дворца, я увидел испанские надписи. Здесь забавлялись наемники из голубой дивизии. Вероятно, думали, что не сегодня-завтра пройдут по улицам Ленинграда. Я поймал себя на том, что все время думаю о войне. Анна Ахватова писала о Пушкине в Царско-цельском парке. Здесь лежала его треуголка и растрепанный том парни. Статуи Пушкина нашли в земле, ее успели закопать. Нашли в стороне и треуголку. Статуя богини мира лежала опрокинутая. О ней когда-то писал Иннокентий Анненский, и я часто повторяю эти строки. «Подайте вечность мне, и вечность я отдам за равнодушие к обидам и годам». Нет, мена не может состояться. И не только потому, что у нас нет вечности, но и потому, что нельзя забыть ни годов, ни обид. В Петергофе дворец был разрушен. Говорили, отстроим. Я понимал, что будет копия, новое здание. Немцы вырубили три тысячи старых деревьев. 8 июля в город вошли его защитники Ленинградский гвардейский корпус. Я стоял возле Кировского завода. Старые рабочие угощали солдат стопочкой. Женщины принесли полевые цветы, расцветшие на пригородных пустырях. Все было необычайно просто и трогательно. Вечером Говоров пригласил меня на дачу. В чудесную белую ночь на веранде мы вспоминали военные годы. Потом Леонид Александрович заговорил о красоте Ленинграда и вдруг стал читать. Какая сила в нем сокрыта! О всем коне какой огонь! Куда ты скачешь, гордый конь? И где опустишь ты копыта? Помолчал он добавил «Народ поумнел!» Это бесспорно. Мы как-то сидели в писательской компании и рассуждали о том, о сём. Берии присвоили маршальское звание. Бергольц вдруг спросил у меня «Как вы думаете, может, тридцать седьмой повторится? Или теперь это невозможно?» Я ответил «Нет, по-моему, не может». Ольга Фёдоровна рассмеялась. «А голос у вас неуверенный». Ко мне пришла девушка. Сказала, вы, наверное, будете писать про войну. Я всю блокаду здесь прожила. Работала, вела дневник. Почитайте, может быть, вам пригодится. А потом отдайте мне. Для меня это память. Ночью я стал читать тетрадку. Записи были короткими. Столько-то граммов хлеба, столько-то градусов мороза. Умер Васильев, умерла Надя, Умерла сестра. Потом мое внимание привлекли записи. Вчера всю ночь Анну Каренину. Ночь напролет, госпожа Бавари. Когда девушка пришла за своим дневником, я спросил, «Как вы ухитрялись читать ночью? Ведь света не было?» Конечно, не было. Я по ночам вспоминал о книге, которые прочитал до войны. Это мне помогло бороться со смертью. Я знаю мало слов, которые на меня сильнее подействовали. Много раз я их приводил за границей, стараясь объяснить, что помогло нам выстоять. В этих словах не только признание силы искусства. В них справка о характере нашего общества. Когда-то Юрий Олешин написал пьесу. Героиня вела два списка. В один заносила то, что называла преступлениями революции, в другой — ее благодеяние. О первом списке в последние годы немало говорили. Только преступления никак нельзя приписать революции, они совершались наперекор ее принципам. Что касается благодеяний, то они действительно связаны с ее природой. Если память мне не изменяет, в той же пьесе героиня говорит, что революция дала в руки пастуха книгу и глобус. Девушка, которая вела дневник, родилась в 1918 году в глухой деревне Вологодской губернии. Училась в педагогическом институте. В начале войны стала санитаркой. Не только то, что в страшной ночи блокады она могла вспоминать прочитанные раньше прекрасные книги, но и то, что она удивилась моему удивлению. Связано с сущностью советского общества. Сознание этого меня поддерживало потом в самые трудные минуты. Я пошел к Лизе Полонской. Она рассказывала, как жила в эвакуации на Каме. Ее сын в армии. Мы говорили о войне, об Освенцами, о Франции, о будущем. Мне было с ней легко, как будто мы прожили вместе долгие годы. Вдруг я вспомнил Парижскую улицу возле зоологического сада, ночные крики моржей, уроки поэзии и примолк. Горько встретиться со своей молодостью, особенно, когда на душе нет покоя. Умиляюсь, пробуешь подтрунить над собой. Нежность мешается с горечью. Я вернулся в Москву и сразу же захотелось уехать. Пришел Лавут, который когда-то устраивал вечера Маяковского. В одной поэме Маяковского есть о нем. Мне рассказывал тихий еврей Павел Ильич Лавут. Павел Ильич предложил устроить вечера. Спросил, куда я хочу поехать. Я почему-то выбрал Ярославль и Кострому. Пароход долго шел по ровному каналу. Люди рассказывали о невернувшихся, сравнивали рынки в различных городах. Некоторые пили, пили. Я старался спать, но не спалось. Кострома мне понравилась. Большие площади, гостиный двор, табачные ряды, Ипатьевский монастырь. Да и встретили меня приветливо. Секретарь обкома позвал обедать. Лавут умилился. Молодые поэты собрались, читали свои стихи. В музее мне показали фонды. В первые годы революции из Москвы присылали в провинциальные музеи холсты молодых художников. И картины мне напомнили улицы Москвы того времени. Кубисты, конструктивисты, супрематисты. Один натюрморт привлек мое внимание. Оказалось, это этюд Коровина. Я удивился, почему его нельзя повесить в зале. Директор даже руками всплеснул. Что вы! Это влияние импрессионистов. Отход от реализма. После вечера ко мне подошел капитан в отставке, представился ваш читатель. Он шагал, прихрамывая по длинной улице. Вот вы опишите, например, такой факт. Я, скажем, всю войну провоевал. Начал во Львове. Ходил в разведку. Четыре ранения. Последний раз под Будапештом. Про меня, например, никто не говорил, что трус. А вот вчера вызывает он меня в госсовет. Начал кричать. Я-то знаю, это виноват он. Он мне сам говорил, что нет, Толя. Значит, нечего торопиться. Но что скажешь? Он тебе и генерал, и маршал, и Господь Бог. Одним словом, дал труса. А вы опишите, почему это так. Только, пожалуйста, меня не называйте. Он меня в порошок сотрет. И про Кострому лучше не пишите. Просто интересный факт человеческого устройства. В Ипатьевском монастыре я долго стоял перед старой печью. На одном из расцеп под двумя деревьями было написано «Негда одно умрет, иное родится». В то лето я написал несколько стихотворений, и все про деревья. Вспоминал молодость. Я смутно жил и неуверенно, и говорил я о другом, но помню я большое дерево, чернильное на голубом. И помню милую мне женщину, не знаю, мало ли было сил, но суеверно и застенчиво я руку взял и отпустил. И все давным-давно потеряно, и даже нет следа обид, и только где-то то же дерево еще по-прежнему стоит. Писал о мужестве. «Была трава, как раб распластана, сияла кроткая роса, и кровлю променяла ласточка на ласковые небеса, и только ты, большое дерево, осталась на своем посту. Солдат, которому доверили прикрыть собою высоту. Говорил о своей жизни, о том, что написал и что хотелось написать. «Я с ними жил, я слышал их рассказы, каштаны милые, оливы, вязы, то ни ландшафт, ни фон и ни убранство, есть в дереве судьба и постоянство. Уйду, они останутся на страже. Я начал говорить, они доскажут». Стихи я писал, наверное, потому, что еще не улеглось волнение предшествующих лет. Они были напечатаны в журналах «Звезда», «Ленинград». А я снова надолго расставался с порезей. Не помню, что было на вечере в Ярославле, но там я увидел Ядвигу. Она ласково улыбалась, как в Коктебеле. «Ничего не скажешь. Моя молодость меня искала». Ядвига работала в педагогическом институте, с ней жила дочь Таня. У Тани был жених. Мне показалось, что Ядвига мало изменилась. И голос такой же, и глаза. Дочь. Жених. Я вдруг почувствовал, до чего длинна жизнь. Живешь изо дня в день и не замечаешь. Наверное, старость всех настигает врасплох. Мы ходили по набережной, смотрели старинные церкви. Кладовщица жаловалась на судьбу. Дети. Муж пропал без вести. Пенсии не дают. Студенты спрашивали, скоро ли капитулирует Япония. Чей будет приезд, югославский или итальянский? Как вы относитесь к статье Александрова? Почему никто из писателей не написал «Войну и мир»? На толкучке продавали кусочки сахара и трофейные кофты. А рядом шла Ядвига. Как в Москве четверть века назад. Вернувшись в Москву, я сейчас же уехал в Киев. Крещатика не было. Но в каменных вазах цвела герань, и милиционеры регулировали движение. Я поднялся по институтской. Вот здесь стоял дом, где я родился. Груда мусора. Сидел долго у Днепра. И снова вставала война. Звонок Лапина. Переправа через Днепр. Годы, которые сливались в один нескончаемый день. Я подумал, скоро сяду за книгу. Значит, война надолго застрянет в моей комнате. В голове, в сердце. Побывал у Тычины, Бажана, Голованинского, Когана. На Подоле просидел вечер у офицера. Он меня остановил на улице, сказал, что мы встречались возле Минска. Позвал к себе. Купил пол-литра, колбасу. И долго рассказывал, как его сыновья росли, учились, ушли на войну. И не вернулись. Почему их убили, а не меня? Жена застряла в Киеве. В бабьем Яру. Я ушел от него поздно и долго бродил по горбатым улицам. Рассвело. Я задумался и вдруг понял, что стою возле каштана и разговариваю не то с деревом, не то с самим собой. Несколько часов спустя я уехал. В Москве ко мне пришел незнакомый человек. Сказал, простите, что нагрянул. К вам трудно дозвониться. Я болгарский коммунист Коларов. У нас не работал лифт. И первое, что я подумал, ведь ему под 70, как он взбирался. А Василий Петрович улыбался, курил одну сигарету за другой. Он сказал, что просит меня поехать в Болгарию написать об этой стране. «Вас читают и на Западе». Я сразу согласился. Несколько дней спустя мне позвонил Александров и попросил зайти к нему. Он был очень любезен, лестно отзывался о моих статьях. «Мы поддерживаем просьбу болгарских друзей». Мне вдруг захотелось спросить, почему в апреле он не ответил на мое письмо. Но я понимал, что это ни к чему. Ничего он не сможет мне объяснить. Я только сказал, что хочу после Болгарии поехать в Югославию. Это тоже было продолжением войны, ведь из всех захваченных гитлеровцами стран самой неукротимой оказалась Югославия. Георгий Федорович ответил. «Разумеется». Он спросил, где я печатал в последние месяцы свои статьи, хотя, конечно, знал это не хуже меня. Он посоветовал договориться с известиями и посылать регулярно очерки в эту газету. «Вы ведь старый известенец». Я зачем-то подумал, что это страшно, но я скорее собака, чем кошка, привыкаю не к месту, а к людям. Никого из тех, с кем я работал, в известиях не осталось. Впрочем, это безразлично визвестие, так визвестие. Александров обрадовался, что не нужно ничего объяснять, и крепко пожал мне руку. В двухместном купе на верхней полке лежала плохо одетая девушка, подложив под голову большущий мешок. Когда проводник предложил застелить, она вскрикнула «ни в коем случае». Со мной она заговорила на второй день, узнав, кто я. Не помню, как это вышло, кажется, офицер, ехавший в соседнем купе, назвал мою фамилию. Я услышал исповедь. В мешке, который я сразу заметил, материя. Она едет в украинский городок, где живет ее мать. Продаст там материю, купит муку, сало. Она студентка текстильного института. Муж тоже студент, филолог. Он только и может что читать. А знаете, как мы живем? Не помню, когда ели досыта. Мне-то что, я крепкая. А у него открытый процесс. Ему нужно усиленное питание. Вот вы его не знаете, а он необыкновенный. И вдруг молоденькая спекулянтка стала Джульеттой. Неуклюже заговорила о своей любви. Билет она получила по блату. Денег у нее мало, только на носильщика. Могут при пересадке украсть мешок. Я угостил ее бутербродами, она отказалась. Я положил на верхнюю полку хлеб, колбасу и услышал, как она жует. Пересадка у нее была ночью. Прощаясь, она сказала, не думайте обо мне слишком плохо. Вы, писатель, должны понять. А может быть, не стоит брать носильщика? Два года спустя на читательской конференции в текстильном институте ко мне подошла студентка. Помните? Я сразу вспомнил. Ну как, взяли носильщика? Она засмеялась. Нет, сама дотащила. Офицер, который ехал в соседнем купе, вез девочку лет восьми. Мы ее подобрали возле Барановичей. Родителей немца убили. Я после ранения служил в Санбате. Она ко мне привязалась, а жена пишет, привези. Жена у меня больная, ее четыре раза резали, детей нет. До войны я прилично зарабатывал. Воевал в танковой бригаде, а вот после ранения попал в Санбат. Руку повредило. Ну ничего, как-нибудь устроюсь, проживем. А без детей скучно. Мне ведь сорок два. Девочка-то хорошая. Жена обрадуется. Девочка стеснялась, не раскрыла рта. Я побродил по Одессе. Она была печальной, много развалин, попадались люди босиком, в рваной одежде. Беда не к лицу Одессе. Она казалась обиженной, оборванной. И заплаканной модницей. На ночь меня устроили в роскошном запущенном доме. Во время оккупации там жил какой-то румынский генерал. Красивый паркет в большой комнате был обуглен. Вероятно, пробовали развести костер. Над широкой хромой кроватью висела разбитая венецианская люстра. Я лег и вдруг почувствовал, что смертельно устал. Конечно, нужно было летом отдохнуть, но отдыхать я не умею. Хочется посмотреть незнакомые места. Начнутся митинги, доклады. Придется диктовать статьи по телефону. Потом сяду за роман и, наверное, снова не додумаю. Как в 1932 году в Париже на улице Котантен, я начал судить себя. Только в Париже я сердился на раздумье, на то, что остаюсь в стороне от жизни, а теперь упрекал себя в пренебрежении к искусству, в поспешности, в нежелании додумать. Было, однако, нечто общее между старыми и новыми обвинениями. Я вспомнил стихи, написанные два месяца назад. Я смутно жил и неуверенно. И говорил я о другом. Вот это правда. Слишком часто говорил о другом. Не о том, что для меня было самым важным. Внешне я выгляжу скорее мрачным, а внутри много легкомыслия. Пора бы додумать. Прежде мне казалось, что старость легка, естественно, постепенно замирают страсти, ослабевают желания. Кажется, именно в ту ночь, в Одессе под разбитой люстрой, я впервые понял, что все это вздор, что иссякают не страсти, а силы. На следующий день я улетел в Бухарест, откуда рассчитывал проехать в Софию. Самолет был еще военного времени. Железные скамейки. Над Черным морем болтало. А я записывал про офицера с девочкой, про Одессу, про Пушкина, про свое треклятое легкомыслие. Вдруг самолет пошел на посадку. Снова я чего-то не додумал, не дописал. Я увидел на аэродроме огромную толпу. Встречали премьера Грозу, который вместе с Татареску возвращался из Москвы. Ко мне подошли секретарь посольства Дангулов и майор Леви из контрольной комиссии. Сказали, что я должен задержаться, посмотреть Бухарест, Румынию. Уговорить меня было нетрудно. Майор повез меня в гостиницу. Было по-летнему жарко, шумно, пестро, и забыв про ночные раздумья, я жадно вглядывался в чужие лица. Это было семнадцать лет назад. И теперь я твердо знаю, что в Одессе ругал себя за дело. Некоторые пословицы не врут. И Горбатого действительно исправит только могила. Я был прав в своих опасениях. Замелькали лица, города, страны. Для того, чтобы по-настоящему узнать страну, нужно в ней пожить, обзавестись друзьями и недругами, узнать не только радость, но и беду, даже на досуге поскучать. Мне предстояло другое. За четыре месяца я побывал в семи странах Румынии, Болгарии, Югославии, Албании, Венгрии, Чехословакии и Германии. Когда-то люди мечтали о ковре-самолете. Ковры теперь летают по расписанию. И проводница с затверженной улыбкой объявляет, мы совершим полет на высоте девяти тысяч метров, пассажирам будет подан обед. Но об одном атрибуте старых сказок я продолжаю мечтать. О шапке-невидимке. В Болгарии или в Югославии я иногда вымаливал выходной день или, как школьник убегал, шел в мастерскую художника, в темной корчме пил сливовицу с бывшими партизанами. Находил полюбившегося мне писателя не на конференции, не в помещении Союза, а в укромном местечке, где можно было поговорить по душам. Это были короткие передышки. Каждый день приходилось делать доклад или выступать на митинги, давать интервью, присутствовать на официальных церемониях, осматривать бывшие или будущие дворцы, обедать с министрами, с военными, даже с монахами. Наспех в номере гостиницы я писал статье для известий, как десять лет назад. Но тогда все для меня было вновь, а теперь я частенько поглядывал с неприязнью на клавиши пишущей машинки. Чехов, будучи еще Антошей Чеханте, говорил, что медицина — его законная жена, а литература — любовница. В медицине он долго учился, получил диплом, практиковал. А я, когда мне не было и шестнадцати лет, занялся политикой. Потом, потом настала эпоха, когда политика занялась мною, как с сотнями миллионов других людей. И походило это не на упреки ревнивой жены, а на приказы повелительницы эпохи матриархата, которая требовала не любовных признаний, а шкуры убитого зверя. Шел первый послевоенный год, и над разоренной, измученной Европой стоял предрассветный туман. По Библии Бог приступил к сотворению мира, первый день отделил свет от тьмы. Что касается тверди и хляби, то их разделение он отложил на завтра. В 1945 году еще никто не решался рассечь антигитлеровскую коалицию ни в международных отношениях, ни внутри отдельных государств. Вероятно, одни играли в покер, другие предавались иллюзиям. Со стороны это выглядело идиллично. На открытии французского учредительного собрания на правительственной скамье сидели рядом генерал Деголь и Мари Стеррес. А в парке возле Бухареста я увидел молодого короля Михая, которому незадолго до того вручили советский орден победы. Года два спустя все стало на свое место. В мае 1947 года из французского правительства были удалены министры-коммунисты, а в ноябре того же года из состава румынского правительства вывели либерала Татареску и правого социал-демократа Петреску. В Румынии, в Болгарии, в Венгрии меня принимали, как говорил парикмахер дома писателей, тузы и шишки. Большинство их быстро сошло со сцены. Одних посадили, другие эмигрировали, третьи получили синякуру и могли вспоминать бурное прошлое. Я встречался не только с министрами, но и с румынскими помещиками, с болгарскими экспортерами табака, с хорватскими епископами. Расскажу коротко об одной истории. Для Болгарии экспорт табака представлял первостепенное значение. На юге страны разводят джебл, это самый дорогой табак. Американцы его примешивают к Виргинии. Неожиданно американские табачные фирмы заявили, что не могут покупать у болгар джебл, поскольку болгарское правительство не признано Соединенными Штатами. На московском совещании министров иностранных дел была принята рекомендация пополнить болгарское правительство еще двумя министрами, представляющими силы, не входящие в Отечественный фронт. Министров болгары нашли. Только и они не пришлись по вкусу американцам. Джебл лежал непроданный. За кулисами шли черновые репетиции 1947 года. А на сцене продолжалась пастераль. Бернс на фотографиях обязательно держал под руку Молотова. Трумэн слал умилительные телеграммы Сталину. В Белграде на приеме английский генерал добрый час расточал комплименты овчарке маршала Тито. В Бухаресте французский посол позвал меня на обед, пригласил румын, и пили мы, разумеется, за вечную дружбу. Я был в румынской деревне Кошерени. Разговаривал с крестьянами. Они не знали, радоваться ли им аграрной реформе. Боялись, что помещик Константинеску отберет земли назад, да еще выпадет за захват чужого добра. Я пошел к помещику. Он принял меня любезно, угостил цуйкой. Когда я заговорил о земельной реформе, он вежливо сказал, «Это дело еще не ясное». Я попытался понять, на что он надеется. Он прямо не отвечал, но перевел разговор на ужасающую стилу атомных бомб. В Будапеште, в ресторане при гостинице «Бристоль» можно было прекрасно пообедать. За обед я заплатил 15 тысяч пенга, а средний заработок служащих составлял 150 тысяч. Там я увидел американских и английских офицеров. За некоторыми столиками сидели спекулянты. Один венгр, подвыпив, подошел к американцам, поднял стакан с вином и громко сказал, «За наше вторичное освобождение». О войне трудно было забыть. Она напоминала о себе на каждом шагу. При мне в Будапеште торжественно открыли первый мост, соединявший Пеште с Буддой. А прекрасная Будда, с ее пышным и легкомысленным барокко, казалась фантастическим нагроможением развалин. Я вспоминал венгров в Воронеже, но победа позволяла многое увидеть по-другому. Особенно больно было смотреть на развалины тех городов, которые нельзя отстроить. Будды, Дрездена, Нюрнберга. Минск отстроили, а вот фрески спасно-нередицы в Новгороде нельзя восстановить. Конечно, для бездомного человека всего важнее крыша. Но проходит год или десять лет, он живет в новом доме, забыл про голод и холод и начинает исковать о красоте, а ее нельзя возвратить никакими планами. Я видел развалины Плоэшти, Софии, Задора, Подгорицы, Фиуми, Ниша, Корчи, Бурно, потом немецких городов. Бог-то мой! Как разбитые дома похожи один на другой. Нужно было сосредоточиться, чтобы понять, это Подгорица, а не Ржев, София, а не Минск. Повсюду люди оплакивали погибших, тени мертвых продолжали жить среди живых, тени убитых в Лике, в Черногории, в Словакии, в Болгарской Дупнице. В Югославии женщина рассказала, что у нее было семеро детей, все погибли. В Праге я узнал подробности расстрела Ванчуры, которого хорошо помнил. Увидел лагерь смерти Терезин. Черногорцев перед войной было 400 тысяч. Погибло 85 тысяч. Балканы, Центральная Европа были разорены. Я записал в книжечке, что можно было найти в магазинах различных стран. Подсвечники, свечей нет. Масленки, нет масла. Бумажные цветы, ванильный порошок, несгораемые шкафы, люстры, красный перец, шнурки для ботинок. Люди ходят в драной обуви. Встречал босых. В Будапеште продавали на улицах тоненькие ломтики тыквы. Одна сигарета стоила 250 пенга. В Болгарии не было молока. Прежде чем мне об этом сказали, я это увидел, глядя на детишек. В Черногории люди голодали. Местные власти говорили, что нет грузовиков, нельзя привезти муку. Албанские солдаты на параде маршировали босиком. Всюду шли нескончаемые разговоры о карточках, о черном рынке, об основных ценах. Самым модным предметом стали поместительные дамские сумки, в которые можно было упрятать случайную покупку. Кусок мыла, баклажаны, кофе из цикория, кормовую репу. В Германии я увидел сумки, у нас их прозвали авоськами, кокетливо обшитые орденскими ленточками. Кто-то раздобыл партию и, главное, нашел применение. Одни жили в оцепенении, выходя на улицу, пугливо озирались, если мечтали о чем-нибудь, то только о довоенном обеде. Других била лихорадка митинга в шествии песен. На площадях югославских городов молодые до полуночи танцевали коло. В самом начале поездки, переправившись на пароме через Дунай, я оказался в болгарском городе Русе. Меня подняли и долго несли на руках, таков обычай. Признаться, это не легче, чем когда тебя качают. То же самое повторялось в каждом болгарском городе. Для молодежи это было и выявлением чувств, и спортом. Они раз десять обегали площадь, и никакие просьбы спустить меня на землю не помогали. В один из последних вечеров в Софине меня повели в театр на Трубадура, и в антракте объявили, что я должен выйти на сцену. Там стояли министр искусств Дима Казасов, различные официальные лица, писатели, певцы и певицы в средневековых костюмах. Министр вручил мне орден Цветого Александра, который надо носить на шее, а к левому боку прикреплять дополнительно большую звезду. Зал неистовствовал. Я же, как актер-дебютант, готов был от растерянности провалиться в люк. В Ягославском сплите тысячи людей обязательно хотели пожать мне руку. Я думал, что не выдержу. В тирану я приехал вечером, вышел усталый из машины после рытвий, ну хавов, и сразу меня втолкнули в театральный зал. Это было 7 ноября, в годовщину Октябрьской революции. Театр был набит. На сцене танцевали. Один из танцоров что-то сказал на непонятном мне языке. Все начали аплодировать, кричать. Я тоже зааплодировал. Потом оказалось, что аплодирует мне. Я уже не понимал, где актеры, где министры, а темперамент у албанцев южный. Мне показалось, что это длится вечность. На озере Охрид албанцы торжественно передали меня македонцам. И сейчас же начался очередной митинг. Балканы я увидел впервые. Конечно, за два месяца трудно разобраться в пестрой жизни, в незнакомых нравах, но я старался повидать разных людей и понять характер стран, не похожих одна на другую. Румыния меня поразила своими противоречиями. В центре Бухареста еще сохранился былой лоск, а в двухстах километрах от столицы в угольном бассейне Жиу многие жили, как звери, в пещерах. Впрочем, и в самом Бухаресте в контрастах не было недостатка. Навстречу элегантной даме шла босая крестьянка в домотканной одежде. Валы задерживали министерский кадиллак. Я видел роскошные особняки и курные избы. Меня позвал к себе меценат, изысканно накормил, говорил, что в Румынии хорошо знают Латриамона, Бреттона, Джойса. А в деревнях я видел, как крестьяне вместо подписи ставили крестик. Из семи тысяч врачей четыре тысячи работали в столице. Крестьяне умирали по старинке. Румынию часто поражает засуха. 1945 год был особенно жестоким. Крестьянки плакали, вспоминая мужа или сына. Они не понимали, почему была война. Говорили, угнали в Россию, потом сказали, что убит. Меня привлекало добродушие, порой легкомыслие. Там, где еще были мамалыга и вино, люди умели повеселиться. Случайно я попал на деревенскую свадьбу. Молодая, согласно обычаю, притворно поплакала и пошла танцевать. Носили елку с подвешенным хлебом, пили цуйку, сливовую водку, пили из плотких деревянных фляг, пестро расписанных. Скрипач играл всю ночь. Я отдохнул от светских приемов. Про меня знали только, что я русский. Видели, что я не собираюсь ничего отобрать. А старый хозяин сказал, нежданный гость — это на счастье. Красная армия освободила многие страны. Советский народ показал самоотверженность и пришел на помощь вчерашним противникам. А вот навыки периода, именуемого теперь культом личности, сбивали с толку многих. Самым крупным поэтом Румынии был Тудор Аргези. Я прочитал его стихи в посредственном французском переводе и сразу понял, что это настоящая поэзия. Познакомился я к ним на моем докладе. Потом мы встретились, поговорили. Ему тогда было 65 лет. Большая душевная сложность не помешала ему сохранить в человеческих отношениях сердечность, простоту. В фашистское время он узнал тюрьму, концлагерь. Однако на него костились. Декадент, западник, индивидуалист. Он переживал незаслуженные обиды с достоинством. После 1956 года многое изменилось. Начали переиздавать и старые книги Аргези. А когда я приехал в Бухарест несколько лет назад, я услышал, у нас такой поэт, как Аргези. Я познакомился с Михаилом Садовяну. Мы потом вместе поехали в Болгарию, подолгу беседовали, и я его полюбил. У него была большая голова старого льва, а сердце очень доброе. Вот уж кого трудно было ожесточить. Он был на 10 лет старше меня, душевно сложился в прошлом столетии. В нем было редкое сочетание подлинной народности и высокого мастерства. Его знали все, вероятно, это помогло ему в трудную пору конца 40-х годов. Люди, не понимавшие искусство, да и не любившие его, рабели перед кротким Садовяну. Вдруг вспоминали, что он классик. А Садовяну был не свадебным генералом, но художником, любил в искусстве и то, что казалось ему было чуждо. Он ценил далекого ему аргези и терпеть не мог звонких стихов, написанных на заказ для газеты. Любил настоящую живопись, отворачивался от огромных полочин, якобы изображавших жизнь новой Румынии. Однажды он мне сказал, мы это заслужили. Слишком велик был разрыв между нами и миллионами неграмотных крестьян. Конечно, у этих крестьян были хороший вкус, фантазия, «Любовь к прекрасному». Кажется, нигде не было такого богатого народного искусства. Но крестьянин, когда он приезжает в город, теряет эстетические нормы, которые составляли его душевное богатство. Ему нравятся пошлые статуэтки, мещанская мебель, портреты с выражением в глазах, песенка из кинофильма. А вы послушайте настоящие народные песни. Не те, что обработаны для ансамблей. Вторичный расцвет искусства придет лет через 20-30, когда вырастут другие люди с другими нормами. Но я не ропщу. Хорошо, что учат грамоте, строят для рабочих дома, начинают есть досыта, значит, придет время и для искусства. Сановяну был членом комитета по премиям за укрепление мира. Каждый год он приезжал в Москву. И хотя в те времена трудно было разговаривать по душам, мы говорили с Сановяну о том, что нам было близко и дорого. Он долго болел и умер в 1961 году в возрасте 80 лет. Болгария показалась мне цивилизованной, грамотной, скромной и на редкость демократичной. Характер у болгар сдержанный, никакой души нараспашку, страсть скрыта. Почти в каждом селе я видел читалище, библиотеку. Крестьяне читали не только газеты, но и романы, некоторые даже стихи. На Софийском вокзале меня встретил боевой товарищ маты-залки генерал Петров, он же помощник военного министра Фердинанд Козовский с большой группой болгар, сражавшихся в Испании. Я сразу оказался среди старых друзей. Через несколько дней я увидел, что в Болгарии живы давние традиции революционной борьбы. Во время фашизма партизаны сражались и гибли. Война началась задолго до наступления Красной Армии. Встретил я Стоянова, которого знал по Парижскому конгрессу писателей. Подружился с председателем Союза писателей Константиновым. Несмотря на свой пост, он говорил со мной откровенно, боялся упрощения, нивелировки в искусстве. Его сестра была художницей, обожала Сезанна, рассказывала, что теперь берут верх художники академического направления. О том же говорил и о Брешков, и молодой художник Альших, племянник Паскина. На любви к Илье Бешкову сходились все. Для людей, опасавшихся искусства, он был полезен. Рисовал карикатуры, содержание которых было понятно. Другие ценили в нем художника. Он хорошо рисовал. Умел выпить, играл на дудочке, знал песни, обычаи, мечты народа. Не приспособлялся к собеседнику, а приспособлял его к искусству. Среди старшего поколения писателей я запомнил Елена Пелина и его чудесные слова. «Проза должна быть плотной, а многие пишут так, что идешь по болоту. Если не завязаешь, то только потому, что после первой страницы знаешь, что будет на последней. Это не проза, газета». Поэтесса Елисавета Багряна как-то на вечере читала свои стихи, нежные и чистые. Со мной сидел рядом чиновник, приставленный к литературе. Он сказал, «Хорошо, но, пожалуй, для наших дней чересчур субъективно, вроде вашей Ахматовой. Это было в 1945-м, а не в 1946-м. И я не стал спорить. Подружился я с молодым поэтом Младаном Исаевым. Я поехал в Бояну посмотреть фрески 13-го века. Историки искусств долго не замечали славянского возрождения, относили живопись Болгарии, Македонии, Сербии к византийскому искусству. А портреты Бояны или Охрида также отличаются от отвлеченности, жесткости и логичности византийского искусства, как работы Андрея Рублева от работ его учителя Феофана Грека. Рублев видел древнегреческие вазы, знал литературу Эллады. У южных славян перед глазами были памятники античного мира. Византия была не учителем, а скорее почтальоном. В конце 40-х годов, когда по указанию Сталина у нас культивировалась самобытность, вспомнили даже князя Юрия Долгорукова, но невеликого живописца начала 15-го века Андрея Рублева. Потом на берегу Охридского озера в окрестностях «Прилипа и Скопли» я увидел фрески 11-го, 13-го веков. Эта живопись на 100-200 лет предшествует фрескам Джотто в Падуе. Печально, что у славянского возрождения было только раннее утро. В конце 14-го столетия турки захватили Болгарию и Сербию. Югославия в ту осень переживала гордость освобождения. Люди были приподняты, спорили, восторгались, и нельзя было не поддаться внутреннему веселью, которая, несмотря на потери, разрушения, голод, охватывала народ. Я увидел своеобразную страну, или, вернее, несколько стран в одной. Можно ли было не влюбиться в мягкую красоту Далмации, в Дворцы Возрождения, в соперницу Венеции Дубровник, в вычурные барочные особняки Загреба на фоне охровых и бледнолимонных холмов, в чистенькую и нарядную Любляну, эту родственницу Краковой Праги, в трагическую Черногорию. Я вспоминаю месяц, когда я ездил по непроезжим дорогам Югославии, как месяц гордости, горя и красоты. Естественно, что в такой стране пластические искусства должны были расцвести. Я любовался полотнами Лоберды, Тарталии и других живописцев, ходил по мастерским. Порой мне казалось, что я в Париже моей молодости. В Любляне я увидел работы художников-графиков. В Словении с я высоким культурным уровнем книга была окружена заботой. С Иво Андричем я познакомился еще в Болгарии, и мы как-то сразу поняли друг друга. Он был сдержан, молчал, когда начинались нескончаемые споры между Зоговичем и Давичо. Молчал или пытался смягчить тон спора. Курил сигару, чуть улыбался. Он крепко стоял на земле, может быть, и не на той, на которой, что ни день, происходили исторические события, а на земле искусство. Не на лаве, на горе. Мы с ним погодки, и я всегда с восхищением, даже завистью, думаю о моем сверстнике, который в самые шумные годы молчал и писал, писал и молчал. Когда я прочитал его романы, я увидел того Андрича, с которым беседовал. Настали горькие годы государственные размолвки в апреле 1949 года мы встретились с Андричем на Парижском конгрессе мира. Встретились как друзья. Потом много лет я его не видел, но всегда он пользовался оказией, чтобы передать привет. Весной 1965 года я поехал к нему в домик на Черногорском побережье. Другой крупный писатель Югославии Корлежа. Я увидел знакомое, о нем старались не упоминать. В Загребе местные руководители что-то мне нашептывали. Теперь Корлежа окружен почетом, а тогда ему было трудно. В Дубровнике, когда я стоял на горе, ко мне подошел пожилой человек в крылатке. Не узнаете? Это был друг моей молодости, польский композитор Роговский. Встречался я с ним в Париже, потом в Брессоне, он был романтиком, да и остался им до конца. Судьба занесла его в Дубровник. Он говорил о городе с восхищением, хотя жилось ему нелегко. Роговский рассказал мне о законе, принятом правительством Дубровника в 16 веке. Каждый человек, решивший вступить в брак, должен был посадить 75 оливковых деревьев. Олива живет долго, 300-400 лет, и правители республики считали, что нужно работать для будущего. Потом не раз в моих мыслях я возвращался к этому закону. Черногория поразила меня примером неуступчивости, гордости, стойкости. Люди принесли немного земли на камни, и крохотные поля походили на ящики с землей. Этот бесплодный край черногорцы отстаивали много веков. Уходя на очередную войну, они целовали дверь дома. Ночью в темной корчме Цетинье мой попутчик читал мне стихи Петра Негоша. Я тогда записал дословно, не мудря над стилем, строки, которые меня взволновали. Этот мир тиран даже для тирана, и он вдвойне тяжик для благородных сердец. Море воюет с берегом, зной с морозом, ветер с ветром, зверь со зверем, народ с народом, человек с человеком. Я трясся в машине и повторял горькие слова. Война не хотела оставить меня в покое. В Братиславе, потом в Праге, я встретил старых друзей. Многие играли видную роль в освобожденной республике. Теперь в живых остались только Мария Майерова, Гофмейстер, Лацин Новомеский, и тяжело больной Ярослав Сейферт, чудесный поэт, верный друг, от которого я недавно получил письмо. А тогда мы еще беспечно вспоминали прошлое, девять сил и дав, шутили, пили вино. Я выступал и в Карловом университете, и на шумливых митингах. Встретил Буриана, который вернулся из концлагеря. Он меня сразу спросил, что с Майерхольдом. Я ответил, плохо. Он рассказывал о гитлеровцах, о своей новой постановке Ромео и Джульетты. У меня в голове все путалось. Пытки, победа, Шекспир, Всеволод Эмильевич. Я пошел на выставку Народное Девадло. Увидел полотна Филлы, Шпалы, Тихого, Фишарика. Некоторые говорили формализм. Незвал неистовствовал. Это не формализм, это революция. Галлас печально улыбался. Сейферт молчал. В издательстве мне показали только что вышедший перевод моих рассказов вне перемирия. Издание было прекрасное, а иллюстрации такие формалистические, что я удивился. Отвык. Рассказали, что перевод и рисунки были выполнены во время оккупации. Книгу надписали переводчик и художники и рабочие типографии. Был прием в Граде. Я увидел Бенеша. Он улыбаясь сказал мне, видите, мы договорились со словаками. Пожалуй, это оказалось легче многого другого. Видел я в Праге страшную выставку. Художника Бедржиха Фритта гитлеровцы посадили в лагерь смерти Терезин. Он рисовал обреченных. Он погиб, а рисунки сохранились. Их закопали в землю. Среди ужасных видений висела фотография четырехлетнего ребенка, сына художника, которого успели спрятать. Мы поехали в Терезин, где погибли 150 тысяч человек и долго стояли под мокрым снегом. Война продолжалась. Я не объяснил до сих пор, почему попал в Венгрию и в Чехословакию. Я собирался было вылететь из Белграда в Москву, когда пришла телеграмма от известий. «Просим поехать в Нюрнберг описать процесс военных преступников». Я сразу согласился, и потому что хотел повидать суд, и потому что не хотел войти в колею, сесть за рабочий стол, начать длинный роман. Мне всегда трудно начать книгу, ищу предлога, чтобы оттянуть, а тогда к этому чувству примешивалось другое, отвык от мирной жизни, от четырех стен, от душевной сосредоточенности. В я подумал, что еду на север, декабрь, а на мне летнее пальтишко. Военные рассказывали, что в Будапеште можно купить все на доллары, а я получил от газеты немного валюты. Дело однако оказалось сложным. Я спрашивал владельцев магазинов, есть ли у них теплое пальто. Они иронически улыбались. Может быть, думали, что возьму и не заплачу. Когда в ресторане я заказал бутылку вина, официант потребовал деньги вперед. А может быть, и вправду пальто не было. Мне ведь предлагали французские духи, элегантные бумажники, в общем, то, без чего будапештцы могли прожить. В одной ловчонке я разговаривался, сказал, кто я, объяснил, что должен ехать в Нюрнберг на процесс. Владелец магазина оказался белой вороной, уцелевшим евреем. Он сразу сказал, уцелели три скорняка. «Если Илья Оренбург едет в Нюрнберг, то мы умрем, а достанем ему пальто». Мы обошли мастерские, нигде ничего не было. Владелец лавочки что-то говорил другим по-венгерски. Все жестикулировали, кричали. Я, наконец, спросил, о чем они говорят. «Очень просто. Мы говорим, что Илья Оренбург едет судить кровопийц. Вот у него они убили всю список убитых, то на это потребуется 10 лет. Он говорит, что пальто нигде нет, то есть у какого-нибудь министра наверное два пальто. Но он вам не даст даже одного. Вот тот знает, что у одного венгра припрятаны бараньи шкурки. Ему нравился Хорти. Нас он не любит. Но он любит доллары. Мы будем всю ночь работать. Завтра вы уедете в роскошном полушубке. Пусть они видят, что мы можем шить. Вы должны сказать, чтобы их всех повесили. У меня, к счастью, жена умерла в первый год войны, а детей у меня не было, но они убили моего брата со всей семьей. Полушубок сделали. В Праге мне дали машину до Нюрнберга. Еще одна дорога войны. Развалины, военные машины, часовые. Ехали мы медленно. Дорога была забита. Американские части уходили из Западной Чехии. А я думал о том, что принес фашизм несчастной Европе. Он не только разрушил города, убил миллионы людей, он отравил сознание выживших. Плевелы расизма, национализма разлетелись далеко. Я вспомнил, как дрались два старика, венгр и румын, плевали друг в реке ругали славянцев. Как в немецком селе неподалеку от Будапешта крестьяне клялись, что отплатят за все проклятым венграм. Скопли все улицы были под номерами, как будто это Нью-Йорк, а Скопли небольшой город. Прежние названия сначала были сербскими, потом болгарскими, и македонцы предпочитали нейтральные цифры. В Бухаресте, в Будапеште уцелевшие евреи рассказывали, что им приходится часто слышать «Ух, паршиво, Гитлер вас проморгал!» Я видел на руках судетских немцев белые повязки, знак унижения, и чувствовал, как ужасно расплачиваться с фашизмом его монетой. Невеселые это были мысли. Водитель мне рассказывал, что было во время оккупации. Плюнули в душу. Стемнело. Кругом были развалины немецких городов. Мы спрашивали американцев, далеко ли до Нюрнберга. Никто не знал. Шофер вдруг сказал, кажется, мы свернули с дороги. Поехали назад. Я задремал. Мне снилось, что я в Эльбинге. Сейчас начнут стрелять. Действительно, я проснулся от выстрела. Шофер ругался. Дурак стоит на дороге и стреляет. Американский солдат весело сказал, что до Нюрнберга три мили. Развалины, не скажешь, что город. А куда нам ехать? Я задумался, ночь, никого не найдешь. Мы поехали в американскую комендатуру. Я спросил офицера, где здесь русские журналисты. Он сказал, что не знает, нужно подождать майора. «А вы русский?» Он улыбнулся. «Вы здорово воевали». И, подкинув на ладони пачку сигарет, дал ее мне. Приходили и уходили солдаты. Я спрашивал офицера, долго ли нам еще ждать. Он улыбался и неизменно отвечал, «Майор сейчас придет». Мы с Чехом выкурили полпачки. Наконец стало не втерпеж, хотелось спать, мы встали. Американец снова улыбнулся. «Майор немного опоздал, но я вас сейчас устрою». Он подозвал солдата, который дремал в углу. «Отведи их в гостиницу. Только сейчас же возвращайся, майор скоро придет». Солдат зевнул и сказал, «Пошли». А майор не придет, он в гостинице, в баре пьет виски. Я был на процессе. Геринг очень толстый, а в общем мне интересно. Интересно другое, когда меня наконец-то отправят домой. Вот и гостиница. Мне суда не полагается. Пойду ждать майора». В большом холле Нюрнбергского Гранд-отеля толпились иностранные журналисты, судебные эксперты, американские офицеры. В бары подавали коктейли. Певица с большим декольте пела американские песни, слышался немецкий акцент. Танцевали. Бар был, а крыши не было. Лестницы тоже не успели отремонтировать. Мне дали номер на третьем этаже. Я взбирался наверх, то по стремянке, то по доскам. Старые кварталы Нюрнберга были почти полностью разрушены. вечером улицы, засыпанные мусором, битой черепицей, казались мертвыми. Я встал рано, увидел школьников, женщин с кошелками. Пожилой мужчина в зеленой шляпе продавал газеты, планы города, старые открытки. Прошел трамвай. Город жил, но какой-то иреальной, растерянной жизнью. На уцелевшем заводе изготовляли портсигары с надписью «На память о международном трибунале». Американские солдаты обожали сувениры. Кажется, никогда нигде не было такого количества журналистов из всех стран. Большинство жило за городом, в поместье короля карандашей Фабера. А я остался в грандотеле и научился быстро взбираться наверх. Обедали все в столовой при суде. Каждый брал поднос и мы проходили мимо десяти американских солдат, которые, как опытные эквилибристы, наливали суп, кофе, метали картофелины и ломти хлеба. Трибунал заседал в здании окружного суда. На стене была роспись, а там Ева — змей. Установили дневной свет, кабины для переводчиков и кинооператоров. Но в коридорах отопление не действовало. Шел снег, все кашляли, чихали. Я как-то стал вспоминать, что у меня связано с Нюрнбергом. Прежде всего пряники. Когда мы еще жили на хамовническом заводе, кто-то прислал отцу из Нюрнберга круглые красивые пряники, обсыпанные искрами из цветного сахара и миндалинами. В молодости я побывал в Нюрнберге, денег у меня не было. Я ел раз в день две сосиски с картофельным пюре. Но это мне не мешало осматривать с утра до ночи достопримечательности. Дюрер меня пугал четкостью, жесткостью, но я себя дрестировал, стоял частами, для дел, даже прочитал его книжки. Туристам показывали старую басню, железную деву, сторож методично рассказывал, как людей пытали и козили. В ту пору я увлекался символистами и запомнил строки Сологуба. Но путь науки строгой я в юности отверг, и вольной дорогой пришел я в Нюрнберг. Кто знает, сколько скуки в искусстве палача, не брать бы вовсе в руки тяжелого меча. Прошло еще 25 лет. Я сидел в маленьком парижском кинотеатре. Кругом парочки усердно целовались. После сентиментальной картины показали кинохронику. Парад в Нюрнберге. Квадраты маршировали, высоко закидывая ноги. На ветру бился паук свастики. Фюрер судорожно жестикулировал. Мне стало не по себе, я вышел из зала. И вот я снова в Нюрнберге. Да, я на том апофеозе справедливости, о котором мечтал летом 1942 года. Я жадно разглядывал подсудимых, как будто искал разгадку происшедшей трагедии. Геринг улыбался хорошенькой стенографистке. Гесс читал книгу, Штрейфер желал бутерброды. А в то время читали документы, убитые в застенках 300 тысяч, 600 тысяч, 6 миллионов. По одежде Геринга было видно, что он похудел. И все же он выглядел тучным. В его лице было нечто бабье, наушники на нем казались платочком. Он много писал, то и дело посылал записки своему адвокату. Вдруг он внимательно посмотрел в мою сторону, пошептался с соседом. Все начали смотреть на меня. Я подумал, что позади что-то происходит, оглянулся, но кукрыникцы сидели и как всегда рисовали. Потом один из конвойных сказал, что Геринг меня узнал. Оказалось, что они меня разглядывали, как я их. Пожалуй, единственный неожиданный эпизод приключился с человеком, которого гитлеровцы называли совестью партии, с Гессом. В начале процесса он говорил, что ничего не помнит. Защитник настаивал, что у подсудимого амнезия. Целое заседание было посвящено докладам врачей-экспертов. Однажды Гесс попросил слово и объявил, что по тактическим соображениям симулировал болезнь. Получилось нелепо. Впрочем, все заседания я вспоминаю как длинный кошмарный сон. Когда показали фильм о лагерях смерти, шахт повернулся спиной к экрану, не хотел смотреть. Другие глядели, а Франк плакал и вытирал глаза носовым платком. Это звучит неправдоподобно, но я это видел. Франк, тот самый, который писал, что в Польше, когда он туда приехал, было три с половиной миллиона евреев, а в 1944 году из них осталось сто тысяч, схлипывал, увидев на экране то, что много раз видел в действительности. Может быть, он плакал над собой, понял, что его ждет. Обвинители говорили о страшных злодеяниях. Планы нападения на различные страны обозначались условными названиями. Присоединение Австрии планом Отто, захват Чегословакии зеленым планом, захват Югославии Маритой, уничтожение Польши делом Гиммлера, предполагавшееся нападение на Гибралтар предприятием Феликс, вторжение в Советский Союз планом Барбароссы. Около 50 миллионов убитых и 20 заурядных злодеев. Нет, это не умещалось в сознании. Я снова возвращаюсь к их облику. Риббентроп, худой, лысый, говорил, что, страдая бессонницей, принимал много снотворного и у него ослабела память, но в общем он занимался дипломатией, подписывал пакты, вел переговоры. Он держал себя как благообразный пожилой бюргер. Фельдмаршал Кейтель производил впечатление солдафона. Я таких видел не раз, на все отвечал как рядовой вермахта, выполнял приказ, а когда огласили его собственный приказ о клеймении советских военнопленных, пожал плечами. Это досадное недоразумение. Франк, тот, что зверствовал в Польше и плакал, увидев на экране Освенцем, отвечал охотно на вопросы, валил все на Гиммлера, говорил, что он занимался исключительно переселением. Я был всего-навсего административным карликом. Я глядел на него, когда читали его донесения о ликвидации варшавского гетто. Он сообщал, что собрана одежда, можно собрать металлический лом, канализационные трубы, в которых скрывались уцелевшие затопленные водой. Он слушал свои же слова с удивлением, моргал глазами. Когда обвинитель упомянул, что он украл картину Леонардо да Винчи, он сказал, я затрудняюсь уточнить, сколько стоила эта вещь. Я не знаток. Да и цены менялись в зависимости от курса марки. Знатоком считал себя Альфред Розенберг. Он собирал редкие русские книги. Был эрудитом, теоретиком нацистской партии. Вместе с тем он выполнял различные административные задания, выкачивал из Советского Союза добро, не брезгал и мелочами. Отдал, например, приказ за три часа или два до акции, так назывались массовые убийства, вырывать у евреев золотые зубы. Ужасающие цифры неожиданно прервались бытовыми деталями. Обвинитель говорил о похищенных в различных странах произведениях искусства. Геринг составил прекрасную коллекцию картин старых мастеров. Не помню, почему зашла речь о том, как он торговал неожиданно уже не похищая, а покупая сервиз. Ну да, у него был прекрасный сервиз, он вообще любил красоту. Перечисляя свои титулы, он не забыл упомянуть, что состоял не только начальником лесного ведомства, но и председателем объединения охотников. Убийца Чехов Нейрот объяснил, «События застали меня врасплох. Гидлер меня вызвал и сказал, вы человек современный, то есть хладнокровный, вы справитесь с чехами». Специальностью Штрейхера были евреи. Он походил на старого раздражительного обывателя. Двадцать лет назад здесь же, в Нюрнберге, его заподозрили в растлении малолетней, но он выкрутился, грехи молодости. Когда его начали допрашивать о количестве убитых евреев, он изумился. Я всегда был горячим сторонником Теодора Герцля, я считал, что евреям нужно предоставить Палестину. Я глядел на них и видел одно — страх. Одно дело убить миллион людей, это программа, административное рвение, партийная дисциплина, азарт. Другое — чувствовать, что через месяц или через полгода убьют тебя, Германа, Йолиуса, Рудольфа, Альфреда. Одни пытались спорить о судебной процедуре за Иссенкварт, истязавший Голландию, получил юридическое образование и вдруг вспомнил основы права. Другие пытались понравиться судьям чувствительностью или хотя бы учтивостью, обстоятельностью показаний. Третьи валили на соседа по скамье и все на Гитлера. Конечно, Гитлера в Нюрнберге не было, но, может быть, если бы он не покончил с собой в минуту аффекта, то и он валил бы все на других, заверял бы, что хотел благоденствия Германии и всей Европы, но его идеи искажались, от него многое скрывали, его обманывали. «Вы человек современный, то есть хладнокровный», сказал Гитлер Нейроту. «Пожалуй, эти слова многое объясняют. На длинных судебных заседаниях речь шла о газовых камерах, о том, что должны были предпринять немецкие администраторы в Баку после того, как захватят этот город, об использовании военно-морским ведомством женских волос, поставляемых Освенцимом. Все было вполне современно, и захват стран, и план уничтожения Ленинграда, и казни французских заложников, и Бабий Яр, предприятие, если угодно, гигантский трест, как-то в морозном коридоре я разговаривал с Всеволодом Ивановым. Я тогда еще мало его знал, мы редко встречались. Это был человек с куделями нерасчесанных мыслей и образов, с прямой и большой совестью. Он недоуменно меня спросил, как это все понять? Я ответил, не знаю. С судьям было нетрудно разобраться, состав преступления был на лицо, а мы, писатели, хотели понять другое. Как эти люди стали такими, способными на все то, о чем шла речь, и как могли другие люди беспрекословно выполнять их приказы? Хотели понять, но не могли. Я вспоминал, как ходил в Полтаве в суд, слушал процессы темных, отчаявшихся крестьян, вспоминал синюю бороду Ландрю, сумасшедшего Горголова. Там мы видели искажение человеческого существа, а здесь, в Нюрнберге, кровавая бухгалтерия и только. Я взглянул на скамью и вдруг подумал, они могли бы сидеть в ресторане, праздновать серебряную свадьбу комивояжора Риббентропа или служебный юбилей баварского чиновника Фрика, никто на них не поглядел бы. Здесь кончается достоевщина и начинается ужасающий мир роботов. Полночь я проговорил с Андре Виолис, умной и благородной женщиной. Виолис рассказывала о печали Франции. Ее не только разорили, ее духовно искалечили. Мы сидели в холле, в комнатах было очень холодно, шумел джаз, а я спрашивал, что стало с человечеством? Ведь Гитлер показал, на что он способен задолго до войны, а с ним разговаривали, делали вид, что не замечают. Виолис отвечала, я об этом часто думала еще до войны. Ланжевен знает куда больше, чем Аристотель, но мне кажется, что духовная структура Франка ничем не отличается от самого жестокого Сатрапа древности, только у Франка было больше возможностей, Сатрап не обладал газовыми камерами. Процесс длился долго, десять месяцев. Очень скоро журналисты начали разъезжаться. Все было известно заранее, до процесса. Из двадцати одного подсудимого десяти удалось спасти голову. На это, пожалуй, интересовало только ограниченный круг людей. Не скрою, во мне ужас смешивался со скукой от несоизмеримости преступлений и преступников. Я не раз думал, сидя в Нюрнбергском зале, до чего это страшно. Ведь весь мир знал, есть Геринг. А что он собой представляет? Пошлый жуир, карьерист, бесчестный делец, ничтожество. И вместе с тем, он один из главных виновников убийства пятидесяти миллионов людей. Я и теперь думаю и не могу понять. Я рассказывал в этой книге о Модильяне. Он был не только большим художником, но и необычайным человеком. А кто о нем знал до его смерти? Сотня чудаковатых завсегдатые фротонды? Вот убийцы Десноса. Разве они способны понять его стихи, его любовь, его раздумья? Почему в центре внимания всего человечества оказались взбесившиеся обыватели? Гитлер сказал, Геринг не согласен, Риббентроп предлагает. От левой ноги Гитлера зависели работы Эйнштейна, жизнь Сутина, Ванчуры, Макса Жакоба, Сен-Поля де Ру, фрески Новгорода и Пизы, ведь это постыдно не только для соотечественников Гитлера, но и для всех его современников. В холе Гранд отеля американский журналист забыл его фамилию говорил мне, «Конечно, Гитлер был злодеем, но, поверьте мне, гениальным, он заставил плясать под свою дудку большой высококультурный народ, сбил с толку половину Европы. Это злой красолов с волшебной дудочкой, это гений злодейства». Я не мог, да и теперь не могу с ним согласиться. Дело даже не в оценке способностей Гитлера, дело в другом. Паскаль говорил, что будь у Клеопатры, пленившей Цезаря и НОС, мир выглядел бы иначе. Я и в это не верю. Я не могу себе представить, что судьбы миллионов людей могут зависеть от орлиного НОСа или от змеиного жала одного человека. Конечно, социальные условия играют огромную роль, но можно ли события, о которых шла речь в Нюрнберге, объяснить только экономическим кризисом и конкуренцией империалистических держав? Наши современники знают точно, по какой орбите понесется спутник, запускаемый в космос, но мы еще не знаем, по каким орбитам кружатся человеческие чувства и поступки. Обо всем этом я думал, возвращаясь в Виллисе домой, мимо десятков разбитых немецких городов, мимо пепелища Берлина. Прежде были в ходу слова «совесть», «добро», «человеколюбие». Я еще застал в детстве и отрочестве эпоху этих слов, даже их инфляцию. Потом они повсюду вышли из обихода, как подсвечники, перекочевали из бытов коллекции любителей редкостей. Эти слова часто прикрывали бессовестные, бесчеловечные, злые дела, и все же порой они сдерживали. Пушкин писал, «и долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал». Я вспомнил статью Марины Цветаевой, рассказ о Дантесе. Вначале он чувствовал никакого раскаяния. Убил на дуэли русского камер-юнкера вот и вся история. Но с годами росла слава убитого поэта, и Дантес начал оправдываться. Победил не Дантес и не царь, победил Пушкин, победил не только потому, что был гениальным поэтом, но и потому, что пробуждал добрые чувства, прославлял свободу, хотел милости к падшим. Белобрысые школьники шли в рваных тулупчиках и о чем-то оживленно разговаривали. Было это в разрушенной орше. Я поглядел на них и на душе стало как-то спокойней. В Москву я вернулся в конце декабря, и Новый год мы встретили весело с друзьями. Война не хотела меня отпускать. О ней я писал, о ней думал, но понимал, что пора войти в колью мирной жизни. К нам часто приходили гости. Я говорил о живописи с Фальком, с Кончаловским. Подружился с Образцовым, ходил в его театр. Один из военных корреспондентов красной звезды Гехман позвал меня на свадьбу. Собралось много народу, поужинали, выпили, раскричались. Гехман сиял от счастья. Пышно отпраздновали семидесятилетия Кончаловского. Петр Петрович танцевал с молодыми испанками, подругами своей невестки. 22 февраля в годовщину смерти Толстого Людмила Ильинишна позвала нас в Барвиху. Все вокруг напоминало об Алексею Николаевичу. И даже горе было живым, теплым. Кинохроника уговорила меня написать текст к документальным фильмам о Югославии и о Болгарии. Это заняло много времени. Я часто выступал с рассказами о Балканах, о Нюрнбергском процессе, то в политехническом, то на заводах, то у военных. Однажды я пошел в Евгельский театр на пьесу «Фрейлакс». Это был веселый спектакль, построенный на фольклоре «Местечек». Костюм сделал мой друг Тышлер. Михоэлс поставил пьесу. Зускин замечательно играл. Я смеялся вместе со всеми. И вдруг мне стало страшно. Вспомнил о Рвахе и Рах, где теперь лежат персонажи «Фрейлакс», убитые гитлеровцами. Михоэлс и Зускин выходили на аплодисмент и раскланивались. Мог ли я подумать, что вскоре один будет убит на глухой окраине Минска, а другого расстреляют? Как-то пришел ко мне еврейский поэт Суцкевер. С ним я познакомился еще во время войны. Он был в гетто Вильниса, убежал оттуда партизанил, его вывезли на Большую Землю. Он рассказал, что ездил в Нюрнберг, давал показания. Борис Полевой писал в «Правде», что рассказ Суцкевера о трагедии вильнюсского гетто, где погибла и семья поэта, потряс судей. Я продолжал встречаться с иностранцами. Записной книжки по метке завтрак у французского посла Катру, ужин у норвежского посланника Андварда и так далее. Вернувшись осенью в Москву, я не сразу понял, что все переменилось. Мне запомнился смешной и печальный эпизод. В Москву приехал поверенный в делах Колумбии. Он был литератором и хотел познакомиться с советскими писателями, художниками. Он снял в гостинице Национальзал. Там был накрыт стол для ужина, колумбиец пригласил человек тридцать. А пришли трое. Кельвин, испанский писатель Ара Канада и я. Дипломат нервничал, глядел на дверь. Часов десять официанты начали убирать приборы. Голос нашего хозяина дрожал от обиды. Мы старались как могли его утешить, произносили тосты за дружбу, но длинный пустой стол угнетал В марте напечатали изложение фултонской речи Черчилля. Впервые я прочел слова «Железный занавес». Черчилль предлагал американцам оборонительный военный союз против Советского Союза. Это звучало парадоксально. Газеты продолжали печатать отчеты о Нюрнбергском процессе, где английские и американские обвинители совместно с советским обличали Геринга и Кейтеля. Не знаю, что было горше. Вспоминать прошедшее или думать о будущем. Я сдал в издательство «Советский писатель» две книжицы «Путевые очерки Дороги Европы» и сборник стихов «Дерево». Судьбы книг были столь же неисповедимы, сколь судьбы людей. Очерки не вызвали никаких возражений, тем паче, что они уже были напечатаны в правде или в известиях. Два года спустя книжку изъяли из библиотек. В ней была глава о Югославии. А стихи смущали издательство. Чересчур пессимистично. Даже в 1959 году над некоторыми стихотворениями из дерева, которые я включил в сборник, редактор вздыхал, лучше бы снять или, по крайней мере, заменить это слово очень уж мрачно. Дерево вышло в свет в июле 1946 года. Фадеев потом мне рассказывал, что книгу хотели упомянуть в одной из разгромных статей, но я был за границей и меня оставили в покое. Словом, дереву повезло. В январе в Союзе писателей торжественно вручали медали за доблестный труд. Среди награжденных был и Пастернак. Он сказал мне, что скоро в политехническом должен состояться его вечер. В Ленинграде от писателей награжденных медалями выступал Зощенко. В начале апреля в колонном зале был большой вечер поэтов-ленинградцев. Среди других читала свои стихи Анна Ахматова. Ее встретили восторженно. Два дня спустя Анна Андреевна была у меня и, когда я упомянул о вечере, покачала головой. Я этого не люблю, а главное, у нас этого не любят. Я стал ее успокаивать, теперь не тридцать седьмой. Хотя мне незадолго до того исполнилось пятьдесят пять лет, я все еще не мог отделаться от наивной логики. В самом начале января я сел за бурю и сразу увлекся. Я думал об этой книге давно, но все же не решался написать первую страницу. Описал я, не отрываясь, и до апреля успел написать треть романа, две первых части. Они мне кажутся наиболее удачными. Это кануны войны. Писал я о прожитом, прочувствованном. Вся романтика, которая застоялась во мне, нашла выход, когда я писал о Сергее и Мадо, о свете обреченной любви. В рассказе о встрече двух братьев, честного догматика Осипа и легкомысленного француза Лео, было также немало душевного опыта автора. Я попытался хотя бы вскользь сказать о несправедливости в предвоенные годы. Рассказал, как исключили из комсомола студентку Зину за то, что она отказалась очернить арестованного отца. Когда роман печатали, из него выкинули отдельные фразы. Кое-что потускнело, кое-что стало непонятным. Приведу примеры из первой части. Случайно у меня сохранился оригинал рукописи. Автор рассказывает о приезде Сергея в Париж. Он приехал из Москвы жестких скрипучих лет. Слово скрипучих убрали. Лео говорит Осипу, вы живете для будущего. После шло это как гонка борзых за электрическим зайцем. Зайца то не поймать и пускают его, чтобы борзые быстрее бежали. Это зачеркнули. В рассказе о Зине напечатано вы ведь знаете, у нее были неприятности из-за отца. Все вокруг этого. Выпущена следующая фраза «Когда его забрали, это было зимой». О каких неприятностях идет речь, стало непонятным. Прерывая список опечаток. Я писал с раннего утра до вечера, писал и ночью. Вдруг в начале апреля меня вызвали в ЦК, сказали, что нужно поехать в Америку вместе с генералом Галактионовым и писателем Симоновым на конференцию редакторов газет. Я сказал Молотову, что начал писать роман, частично его действия протекают во Франции, и мне хотелось бы после Америки задержаться в Париже. Он отвечал, не имею возражений. Я хочу в этой главе досказать о буре, и мне придется нарушить последовательность повествования. Об Америке, о Франции я расскажу дальше, а сейчас напомню о событиях лета 1946 года, связанных с работой писателей. Это было в конце августа во французском городе Вувре, Блистура. Утром мы с Любой поехали в Ля-Башилери, где долго жил Анатоль Франц. Повез нас туда внук писателя Люсиен Псишари. Дом оказался тесно связанным и с романами Франца, и с его обликом. Я помнил библиофила на набережной Сены у ларьков-букинистов. Танагарские статуэтки не выглядели музейными экспонатами, они сливались с предметами обихода. В столовой писателя мы пили душистое вино в Увре. Потом я задремал в номере старой гостиницы. Меня разбудила Люба, прочитала напечатанное в парижской газете крохотное сообщение «Из Москвы передают о новой чистке, жертвами которой стали писатели Ахматова и Зощенко». В Париже я прежде всего побежал в посольство и попросил советские газеты, а в октябре, когда мы вернулись в Москву, узнал подробности. После доклада Жданова Анну Ахматову и Зощенко исключили из союза писателей. Мне казалось, что после победы советского народа тридцатые годы не могут повториться. А все напоминало прежнее. Собирали писателей, кинорежиссеров, композиторов, выявляли соучастников, каждый день список провинившихся пополнялся новыми именами, обвиняли Пастернака и Шостаковича, Эйзенштейна и Пудовкина, Козинцева и Трауберга, Погодина и Сильвинского, Кирсанова и Гроссмана, Эхенбаума и Бергольц, Тимофеева и Садофьева, Межерова и Гладкова. Начала выходить газета «Культура и жизнь». Многие статьи выглядели как обвинительные заключения. Особенно резко писали о Зощенко и Ахматовой. В докладе Ждановой в газетных статьях впервые была провозглашена борьба с низкопоклонством перед Западом. Жданова я помнил по первому съезду писателей. Сталин, видимо, считал его специалистом по литературе и искусству и еще в 1934 году поручил выступить на съезде. Снова я увидел Жданова в 1947 году. Он пригласил пять или шесть литераторов, среди них и меня, мы должны были войти в редакционную коллегию журнала «Знамя». Я наотрез отказался и молча просидел до конца заседания. Жданов объяснял, какой должна быть советская литература. В начале 1948 года Прокофьев и Шостакович рассказывали, что Жданов пригласил композиторов и объявил им, что в музыке самое ценное это мелодия, которую можно напевать. Помню, как в Варшаве ночью меня разбудил телефонный звонок. Фадеев сказал «Ужасное сообщение, умер Жданов, сойдите вниз». С Зовщенко я встречался очень редко. Как-то вышло, что мы мало знали друг друга, однако я всегда считал его одним из лучших наших писателей. Однажды в начале пятидесятых годов я его встретил на Пушкинском бульваре. Он был мрачен, выглядел больным. Общие друзья рассказывали, что он чрезвычайно мучительно все переживал. У Анны Андреевны я был в 1947 году. В маленькой комнате, где висел ее портрет работы Модильяне, она сидела, как всегда, печальная и величественная. Читала Горация. Несчастья рушились на нее как обвалы, и нужна была необычайная душевная сила, чтобы сохранить достоинство, внешнее спокойствие, гордость в хорошем смысле этого слова. В 1965 году, накануне смерти, наконец-то справедливость восторжествовала. Анна Андреевна ездила в Италию, чтобы получить международную премию, и в Оксфорд, где ей дали докторскую мантию. Я рассказал о событиях лета 1946 года для того, чтобы стала ясна обстановка, в которой я писал бурю. Я вернулся к роману в октябре, и сразу отошли картины Америки, парижские встречи, тревожный треск радиопередач. Меня окружили видения военных лет. Я жил с персонажами романа. В буре, на мой взгляд, много неудачного. Вероятно, события были чересчур свежи, и я не все мог осмыслить. Однако некоторые герои романа, Мадо, ее отец Лансье, художник Самба, ученый Юма, доктор Крылов, печальный романтик Минаев с его мамулей недороги. Я окончил роман в июне 1947 года. О книге было много споров. Некоторые читатели обижались, почему французы выглядят героичнее, чем советские люди. Может быть, это объяснялось тем, что приключения партизан всегда освещены романтикой, а у нас против немцев сражались не отдельные герои, но весь народ. А может быть, на оценки того или иного читателя оказывали влияние газетные статьи, был разгар кампании против низкопоклонства. Приведу несколько фраз из статьи одного критика о Буре. Наш народ не столь жалок и беспомощен, как изображает его Илья Оренбург. Просто либеральные буржуа не понимают и клевещут на советский строй? Они видели в нашей стране только Альперов и Лобазовых, дилетантов Лаховых и земских деятелей Крыловых, то есть видели только то, что им было выгодно видеть. Но ведь товарищ Оренбург не либеральный буржуа. При всех сопоставлениях советских людей с людьми капиталистической Франции в романе неизменно выигрывают французы и проигрывают русские. Да и полно, русский ли Сергей Влахов и Советский ли Союз его родина? Таких критиков сердило описание первых месяцев войны. Хотя, конечно, они знали, как и все советские люди, что именно произошло в 1941 году. Критик писал, все было разъяснено товарищем Сталиным. А между тем Сталин, конечно, не разъяснил, почему он истребил до войны командный состав армии и почему, будучи всегда чрезмерно подозрительным, поверил в слово Гитлера. Роман печатался в «Новом мире», редактировал его тогда Симонов. Он мне писал «Тревог нет, по-моему, все в порядке». Я считал, что делаю с несколькими статьями наиболее иступленных обличителей низкопоклонства. Действительность превзошла мои ожидания. В 1948 году я записал рассказ Фадеева, который, как председатель Комитета по сталинским премиям, докладывал в Политбюро о выдвигаемых кандидатах. Сталин спросил, почему бурю выдвинули на премию второй степени. Я объяснил, что, по мнению Комитета, в романе есть ошибки. Один из главных героев, советский человек, влюбляется во француженку, это нетипично. Потом нет настоящих героев. Сталин возразил, а мне эта француженка нравится, хорошая девушка. И потом так в жизни бывает. А насчет героев, по-моему, редко кто рождается героем. Обыкновенные люди становятся героями. Александр Александрович добавил, как вы понимаете, я не стал спорить. И громко засмеялся. Чем больше я думаю о Сталине, тем яснее вижу, что ничего не понимаю. На том же совещании он защищал от Комитета повесть Панова и Кружилиха. Ехидно спросил Фадеева, а вы знаете, как разрешить все конфликты? Я нет. Сталин отстаивал право Сергея любить Мадо, а вскоре после этого продиктовал закон, запрещавший браки между советскими гражданами и иностранцами, даже с гражданами социалистических стран. Этот закон родил немало драм. Помню, ко мне ходил демобилизованный офицер, человек чистой души, показывал мне письма своей возлюбленной польской гражданке, которая писала, как над ней издеваются соседки, молила, чтобы он добился разрешения вступить в брак. Я писал, просил, но безуспешно. Дела Сталина так часто расходились с его словами, что я теперь спрашиваю себя, не натолкнул ли его мой роман на издание этого бесчеловечного закона. Сказал, так бывает, подумал и решил, что так не должно быть. Из книг, вышедших в свет с 1946 по 1954 кажется, останутся те, которые посвящены войне, не только потому, что люди сражались за советскую землю без внутренней раздвоенности, без обязательных словословий, но и потому, что герои военных лет имели право на страдания, на гибель, а описывая мирное время, автор знал, что перечень допустимых конфликтов ограничен, стихийные бедствия, вражеская разведка, отсталость тупого хозяйственника. Кончив бурю, я долго не думал о новом романе, писал статьи, переводил. Те годы не были легкими для работы писателя. У нас много пишут, как неблагоприятно отразился культ личности на сельском хозяйстве, на промышленности, на строительстве, и мне, как писателю, остается добавить, что культ не способствовал расцвету литературы. Об этом писал и Полустовский. Что меня тогда поддерживало? Я потом об этом писал, говоря о детях условного юга. Да разве им хоть так, хоть вкратце, хоть на минуту, хоть во сне, хоть ненароком догадаться, что значит думать о весне, что значит в мартовские стужи, когда отчаяние берет, все ждать и ждать, как неуклюже зашевелиться грузный лед. А мы такие зимы знали, вжились в такие холода, что даже не было печали, а только гордость и беда и в крепкой ледяной обиде с сухой пургой ослеплены мы видели, уже не видя, глаза зеленые весны. А буря остается для меня слабым приглушенным эхом суровых но чистых лет. Я вылетел из Москвы 12 апреля вместе с генералом Галактионовым. Симонова вызвали из Японии и он должен был нас нагнать в Париже. Мы долетели до Смоленской, вернулись, мотор оказался неисправным. В Берлин мы попали только к вечеру, пришлось заночевать. На следующий день нам сказали, что в Париж мы полетим в самолете американского посла Биду Смита. Холодная война еще не успела стать бытом. Мы летели над Германией. Города сверху похожи на полотна кубистов, но бомбы вмешались в гармонию и Магдебург казался холстом ташиста, беспорядочные мазки. Галактионов в генеральском мундире задыхался от жары и волнения. Сейчас налетят журналисты, вам легко, вы привыкли, а я никогда не разговаривал с иностранцами. На аэродроме Орли нас встретили американцы, сотрудники нашего посольства, Арагон Эльза Юрьевна. Был солнечный весенний день, свири каштаны. Мы ехали мимо хорошо знакомых мне мест, рабочий квартал Итали, Бельфорский Лев. Вот и Монпарнас. На этом перекрестке прошла моя молодость. Я хотел загрустить, но не успел. Арагоны повели меня ужинать, пришли муссинаки. Я жадно слушал их рассказы о годах оккупации, о сопротивлении, об общих друзьях. Нас поместили в гостинице близ площади Этуаль. Там стояли американские военные. Все мне было чужим. И квартал, и шумливые офицеры, и американская еда. Я пошел бродить по Парижу. Нашел моих старших сестер, застрявших во Франции. Они рассказывали, как прятались от немцев, как друзья им помогали. Прибежал взволнованный Фатинский, говорил, что поедет в Москву, теперь он не боится, что его снова задержат. Русские победители, они спасли мир. На Монпарнасе я увидел Цаткина, Ларионова. Смешливая Дуся смеялась, хотя, как все, пережила много совсем не смешного. Мы вспоминали прошлое. Даже предвоенные годы казались древней историей. Кто-то сказал, неужели это было всего шесть лет назад. Прилетел Симонов. Я решил накормить моих спутников настоящим французским ужином и пошел к Жозефине. До войны она держала ресторан на улице Шершмиди, который я описал в падении Парижа. Жозефина обрадовалась, сказала, мне говорили, что вы написали что-то про меня, а я часто думала, как вам в России. Когда я посвятил ее в мои планы, она всплеснула руками. Бедный Мосференбург, вы не знаете, что у нас делается, ничего нельзя найти. Все же она приготовила чудесный ужин. Галактионов оценил петуха в вине. На устрице он старался не глядеть, а когда Жозефина принесла различные сыры, сказал, я немного прогуляюсь и вернусь через четверть часа. Симонов ел все и закурил гаванскую сигару, привезенную из Японии. Посол Богомолов устроил пресс-конференцию. Я должен был рассказать о войне, о восстановлении, об отношении советских людей к Франции. Народа пришло много, почти всех я знал. Арагон, Эльза Триоле, Шамсон, Вильдрак, Кассу, Станислав Фюме, Полан, Рене Блэк, Марсель Кашен, Эмиль Бюре. Мы должны были уехать с 17-го, но нас вернули с аэродрома. Зарядил дождь, и полет отменили. Я обрадовался, еще один день в Париже. Генерал волновался, завтра должна начаться конференция, опаздываем. Я пошел к Марке и долго глядел на пейзажи. Вот чего мне не хватало. Серой воды на холсте, толики искусства. На следующий день мы вылетели. Гражданская авиация еще переживала молодость. Мы сделали две посадки. Северной Ирландии было зелено. Нам дали ужин. Я отгонял репортеров от Михаила Романовича. Потом полетели через океан. Оказалось, что лететь над водой так же просто, как над землей. И я задремал. В Нью-Фаундленде все было занесено снегом. Нам подали утренний завтрак. Рядом местные жители пили пиво и зевали. Я поглядел на часы в ресторане по местному времени полночь. После европейской ночи предстояла вторая американская. Когда рассвело, я увидел большой город Бостон. Небоскребы рвались к самолету. Я понял, что мы действительно перелетели через океан. Перед посадкой нам раздали листочки, которые нужно было заполнить. Помимо привычных вопросов имелся вопрос о расе. Я заполнял анкеты за троих. Михаил Романович знал несколько десятков французских слов, а Симонов умел восклицать «Вондефул» и «Ай Лав Америка». Вместо ответа на вопрос о расе я поставил черточку. Мой антирасизм заставил нас лишний час проторчать в домике, где помещался паспортный контроль. Один из сотрудников посольства рассказывал, что полицейский звонил начальству. Красные не хотят ответить белые они или цветные. Поездом мы доехали до Вашингтона. Я ничего не соображал от усталости, но пришлось сразу отправиться на конференцию. В зале было человек триста, владельцы и редакторы различных газет. На каждом была бирка с фамилией и названием газеты. Галактионов представлял правду, Симонов красной звезду я известия. В перерыве какой-то владелец провинциальной газеты спросил меня, вы арендуете газету вашего правительства или получаете годовой оклад? Мы выступили, потом нам начали задавать вопросы. Один редактор сказал, что жил в Москве в тридцатые годы. Тогда иностранным корреспондентам было легче, они повсюду могли ездить, за исключением Средней Азии, да и цензура была умеренной, а теперь ограничили передвижение и цензура не истовствует. Мне пришлось отвечать. Я свалил все на войну, добавил, что я не цензор, а журналист. Другой редактор возмущался, почему русские долго тянут с визами. Генерал молчал, выкручиваться снова пришлось мне. Я не выдаю виз. Я давал бы всем, мне кажется, что чем больше журналисты будут ездить, тем лучше. Может быть, поэтому мне не поручают выдавать визы. Американцы рассмеялись, лед был сломан. Галактионов ответил на вопрос о разоружении. Вдруг один толстый журналист с большой сигарой, он походил на буржуа с плаката, стал и обратился к генералу. Скажите, можете ли вы в вашей газете потребовать отставки премьера Сталина и замены его хотя бы Молотовым или Литвиновым? Михаил Романович повернулся ко мне. Я увидел на его лице ужас. Отвечайте, вы привыкли. Я спокойно ответил. Нет, это исключено. Мне остается напомнить нашим коллегам, что в разных странах разный строй и разные порядки. Американцам понравилась прямота ответа. И на следующее утро я прочитал в газетах, что во мне смесь цинизма и откровенности. Мы сошли перед банкетом в гостиницу. Михаил Романович несколько раз повторил «Какой ужас!» Гостиница была ультрасовременной. Ночью я пришел в номер, окончательно измученный, и хотел открыть окно, но не смог. Я нажимал различные кнопки, шли струи холодного воздуха, вспыхивало и газ, свет, кричало радио, а окно не открывалось. Наконец, я свалился измученный, а утром, проснувшись, кинулся к окну, ругал себя за техническую отсталость, беспомощность. Позвать горничную я не решался. Подумают, ну и дикари эти русские. Секретарь посольства нашел меня в пижаме у окна. Пора на заседание? Я ответил, нет, вы откройте окно. Он попробовал и спокойно вызвал горничную, которая, улыбаясь, объяснила, окно не открывается, на улице пыль, чистый воздух поступает по трубе. Секретарю это понравилось, техника у них замечательная, а мне стало неуютно, даже окна нельзя открыть. Наверное, таким будет новый век. Вскоре я понял, что старому европейцу нелегко в новом свете. Симонов наслаждался и невиданным комфортом, и тем, что его военный роман бестселлер, и тем, что ему 30 лет. О том, что происходило с Галактионовым, я расскажу дальше. Что касается меня, то я боялся оказаться в роли старого брюзги, смотрел, встречался с сотнями людей, колесил по стране, а ночью записывал впечатления разговоры. Я писал в одной статье, в жизни человечества Америка заняла видное место, и нельзя понять наш век, не поняв Америки. Ей посвящены сотни од и сотни памфлетов. Легко ее превознести или высмеять, труднее ее понять, за сложностью техники порой скрывается душевная простота, а за этой простотой настоящая человеческая сложность. С некоторыми американцами мне удалось подружиться, и все же, признаюсь, отдыхал я с европейцами, будь то мои старые друзья Тувим, Шагал, Стефа, Хираси, Роман Якобсон, люди, с которыми я встречался прежде, Ле-Корбюзье, Де-Ле-Пуап или те, которых я увидел впервые Эйнштейн, Кусевицкий, Шалом Аш, Оскар Ланге, а когда в Нью-Орлеане я увидел старые европейские дома с балконами, я счастливый заулыбался. В Соединенных Штатах я впервые усомнился в бесспорности традиций, привычных оценок, вкусов. Пять лет спустя я поехал в Китай, потом побывал в Латинской Америке, в Индии, в Японии. Я уже знал, насколько мир многообразен и реже прибегал к европейскому метру или Аршину. А поездка в Соединенные Штаты была первой вылазкой, если угодно начальной школой. Вот почему я хочу рассказать о ней в этой книге подробнее, чем о других моих путешествиях. Прежде, когда я видел в американских фильмах неистовые ливни, они мне казались художественным приемом режиссера. Оказалось, что дождь в Америке не такой, как в Европе. Все чрезмерно зной, ураганы, наводнения. Плоды и ягоды очень большие, красивые, но лишены привычного для нас вкуса и запаха. Бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки Уоллес вывез из Советского Союза кустики русской клубники фрагария маската, невзрачной, мелкой, с зелеными пятнами, удивительно ароматной. Он увлекался садоводством, и у нас нашлась общая страсть помимо политики. Он повел меня в свой огород. Я не сразу узнал мою землячку. Ягоды были втрое больше, но запах исчез. Я вспоминаю первую ночь в Нью-Йорке. Гостиницы оказались переполненными, и консул снял для меня комнату на 18-м этаже узкой улицы возле Бродвея. Уснуть я не смог. Рядом горланили пьяные, по комнате носились от цвета реклам. Полночи я простоял у окна. Небо над Бродвеем пылало. Выселись макушки небоскребов, грохотал джаз, а внизу, как в горном ущелье, изнемогали человеческие атары. Это было прекрасно и невыносимо. Я как-то обедал с Ле-Корбюзье в маленьком французском ресторане 42-й улицы. Он расспрашивал меня о войне, о том, что стало с нашими городами, говорил об архитектуре. Он был необычайным человеком. Он тогда с усмешкой сказал «Скоро мне стукнет 60, а я еще очень мало построил. Не дают. Я человек поражений». Как всякий новатор, Ле-Корбюзье создавал эссенции, а люди хотят такого искусства, где эссенция разбавлена. Теперь идея Ле-Корбюзье побеждает повсюду. Побеждает архитектора, которые у него учились, ему подражали. И вместе с тем трезво подходит к делу. Ле-Корбюзье думал не о заказчиках, но о стиле эпохи. Он строил здания манифесты в Марселе, в Рио-де-Жанейро, в Лионе и в Богате, в Нью-Йорке и в Пенджабе огромные небоскребы и поселки из небольших домов. Воевал с улицами, защищал деревья и человеческие нервы, требовал свободы для солнца. Он умер, узнав всеобщее признание. При первой встрече в Америке я ему сказал, что восхищен и подавлен архитектурой Нью-Йорка. Он улыбнулся. Вы всегда были романтиком, даже когда защищали конструктивизм. «Знаете, что такое Нью-Йорк? Это катастрофическая феерия. Самое опасное составить себе представление о человеке или о стране, которых недостаточно знаешь, а потом объяснять все намеченной заранее схемой». Я знал Америку по книгам американских писателей, по рассказам друзей, видел в Европе то, что мы называем американизацией. И у меня было условное представление о новом свете. Все оказалось правильным и вместе с тем неправильным, порой поверхностным, порой односторонним и, следовательно, несправедливым. Конечно, люди торопились, но, приглядевшись, я увидел, что это скорее форма жизни, чем ее содержание. Я увидел вдоволь и бестовыча и бюрократизма и нерасчесанных человеческих страстей. На улице толкались, журналисты садились на мою кровать, люди жестикулировали не только руками, но и ногами. Когда звали в гости, я знал, что кто-нибудь сядет на пол, а девушка скинет туфли. Ругались, дружески хлопали по плечу, вели себя нецеремонно, порой на мой европейский аршин и бесцеремонно. я слышал рассказы, как быстро делаются карьеры, как соперники топчут друг друга, вчерашний миллионер становится бедняком, а вчерашний босяк мчится в Кадиллаке. Все это было связано не столько с корыстью или с прирожденной грубостью, сколько с молодостью общества. В течение моей жизни я видел не раз детей, неизвергавших отцов, и отцов, возмущенных неблагодарностью, невоспитанностью, невежеством детей. Это, кажется, вечная история. Многие достоинства и пороки Америки связаны с ее возрастом. До чего они молоды, говорил я себе то в умилении, то в раздражении. Люди со всего света пришли на богатые малозаселенные просторы, пришли, наверное, отчаянные головы, энергичные неудачники, неунывающие ловкачи, неисправимые фантазеры, те, что первыми вырываются из театра, охваченного пожаром, и последними покидает игорный притон. Шалом Аляйхим писал, в Америке люди не живут, в Америке люди спасаются. Народ образовался из спасавшихся. Приезжали англичане, итальянцы, евреи, ирландцы, поляки, украинцы, сербы, немцы, скандинавы. Все это быстро перемешалось, люди привозили с собой смену белья и волю к жизни. Что касается вековых традиций, ты их не погрузишь ни на какое судно. иммигранты начинали с Азов. Так родилась нация, которой суждено в будущем выйти на аванс сцену истории. В Нью-Орлеане меня повели в старый трактир, американцы его посещают как достопримечательность. Дома почти сто лет. Был знойный день с той горячей сыростью, которая изматывает европейца, да и американцы обливались потом. Они пили ледяные коктейли у большого пылающего камина. Камин, дрова, это ведь нечто невиданное, глубокая древность, помпея. С возрастом связан и полукочевой образ жизни. После Америки Европа мне показалась обжитым, непроветренным домом. Американцы часто меняют квартиру, люди среднего достатка бросают при этом мебель, дороже перевезти, чем купить новую. А европейской привязанности к старому семейному хламу нет, переезжает из города в город, из штата в штат. Я почти не видел малолитражек. Рабочие покупали большие машины, когда-то бывшие дорогими, но прошедшие сотни тысяч миль. Нет работы. Человек грузит семью, скарб и едет за счастьем. У нас в 30-е годы говорили за длинным рублем. Один американец решил меня покатать. Подошел час ленча, он остановился возле ресторана, погудел, принесли подносики с мясом, пивом, кофе. Есть пришлось в машине, а мы никуда не спешили, просто носились по чудесным дорогам мимо одноэтажных домиков, похожих один на другой. Я видел загон, автомобили въезжали туда, а на экране показывали кинокартину. Ночью в Большом парке Нью-Йорка много темных машин. Друзья мне рассказали, что для парочек автомобиль заменяет комнату гостиницы. Иногда полиция устраивает облавы. В универсальных магазинах я видел, как человек, покупая костюм, бросал старый. Мой друг Гилмор, который возил меня на юг, чуть ли не каждый день покупал рубашку. Говорил, что это проще, чем отдавать в стирку. В Америку я приехал не из древней Лады, не из Италии или Испании. И все же меня поразила необычайная стандартизация. Города походили один на другой. Я видел те же улицы, те же дома, те же вывески, те же галстуки в Детройте и в Джексоне. Статейка хлесткого журналиста печаталось одновременно в пятидесяти газетах. Повторялись сплетни, анекдоты, проповеди. Казалось бы, выводы напрашивались, вставал классический образ мистера Беббетта. Но я не торопился с выводами, говорил себе, все это так и не так. Меня смешили объявления в газетах о воскресных богослужениях, зазывали, как в балаган. Одна церковь обещала цветной фильм на библейскую тему, другая соблазняла хорошим буфетом. Американцам такие рекламы, видимо, не казались кощунством. В Алабане мы заехали к профессору, нас оставили пообедать, все сели за стол, профессор встал и прочитал импровизированную молитву, просил Господа о мире между двумя великими народами. По лицам домочадцев было видно, что они действительно молятся. Я был на обеде устроенным издателем Нью-Йорк Таймс. Возле каждого прибора лежала карточка. Я подумал, что это меню. Оказалось, на одной стороне реклама газеты, на другой молитва. Но здесь уже никто не молился. Вскоре после нашего приезда в Америку Симонова и меня пригласили на ужин устроенной одной из еврейских организаций. Консул сказал, что мы обязательно должны быть. Эта организация собрала свыше двух миллионов долларов на детские дома в Советском Союзе. Народу пришло много. Хотели послушать красных. Так нас называли в газетах. Мы обедали на эстраде, а гости внизу за маленькими столиками. Профессионал по сбору денег, не равин, а пастор, выполнял работу конферансье и ловко выкачивал доллары. Люди давали сто, двести долларов. Некоторые выписали чеки на тысячу. Пастор их прочувствованно благодарил и зал аплодировал. Мне нужно было выступить, а меня от всего подташнивало. В своей речи я напомнил, что собравшийся в большом долгу перед советским народами, что когда выплачивает крохотную часть задолженности, этим не гордятся, этому не аплодируют. Сказал также, что у нас люди отдавали свою жизнь скромнее, чем здесь дают доллары. Один из организаторов ужина принес мне таблетки, решил, что резкость моих суждений объясняется болезненным состоянием. Но вы, конечно, Синклер Льюис ничего не выдумал. Я сам услышал в Бирмингеме комплимент. Вы выглядите на сто тысяч долларов. Конечно, культ доллара был весьма распространен, но я встретил в Америке немало бескорыстных идеалистов. В Нашвилле жил скромный адвокат Фармер. Он уверовал в идею мирового правительства. Потом эта идея была использована политиками для цели отнюдь негуманных. Но Фармер был убежден, что мировое правительство спасет человечество от войны. Он превратился в проповедника. Он повез меня на ферму к своему отцу, там мы обедали, и сын пытался обратить отца в новую веру. В Нью-Орлеане я встретил инженера, который до войны сконструировал машину для механизации уборки хлопка. Ему предложили за патент крупную сумму, а он после разговора с приятелем-экономистом уничтожил свое изобретение. Боялся, что машина лишит хлеба десятки тысяч сельских рабочих. Я видел белых энтузиастов, выступавших в Миссисипи против притеснений негров. Видел первую демонстрацию против атомной бомбы. В конце сороковых годов в движении сторонников мира работал американский пастор Джон Дарр. Он записывал в тетрадку разговоры, казавшиеся ему значительными, хотел понять все тонкости марксистского толкования событий. Делегацию сторонников мира пригласили в Китай. Пастор Дарр, разумеется, и там записывал мудрые и немудрые изречения своих собеседников. Хотя сами китайцы аккуратно записывали все, что рассказывал я и другие гости, любовь американца к записям показалась им подозрительной, и они сообщили об этом в Москву. Наивный и честнейший Дарр стал пугалом. Он это понял и вернулся в Америку и там продолжал выступать за мир, хотя это было связано для него со всяческими неприятностями. Летом 1965 года на конгрессе в Хельсинки было много американцев-пацифистов, священники, квакеры, сторонники всеобщего разоружения, женщины, возмущенные войной во Вьетнаме, люди смелые и бескорыстные. Как все это понять? Вот над чем в 1946 году я ломал себе голову. В Париже дома примерно одного роста, 6-7 этажей, а в американских провинциальных городах дома одноэтажные, но в центре обязательно несколько небоскребов. В Америке столько контрастов, что теряешь голову. Между двумя войнами мы восхищались американской литературой Хемингуэем, Фолкнером, Стейнбеком, Колдуэллом. Приехав в Америку, я увидел, что вокруг них пустота. В штате Миссисипи люди интеллигентных профессий не знали даже имени Фолкнера, хотя он жил рядом в городе Оксфорде. Поразило меня отсутствие средней литературы Хемингуэй или дайджест, Фолкнер или дурацкие комиксы. Я видел прекрасные фильмы Форда, Уайлера, Уэллиса, Мамуляна, а в соседних кинотеатрах показывали плоские фарсы, свирепые мелодрамы, патоку и пакость. Я давно хотел поглядеть на собрание членов клуба Львов. Этот клуб имеет разветвление во всех городах. Как раз на юге, неподалеку от города, где жил Фолкнер, я попал на обед Львов. Председатель постучал деревянным молотком по столу, и члены клуба, главным образом коммерсанты, дружно зарычали — У-у-у! Это было до того нелепо, что я едва сдержался, чтобы не рассмеяться. Обед кончился, львы вернулись к своим делам, а я шел по длинной Мэнстрит и думал, — Хорошо, но откуда у них Фолкнер? В Нью-Йорке я пошел к Джону Стейнбеку. Еще до войны в Париже я восхищался его повестью «Мыши и люди». Он жил в центре Нью-Йорка в одноэтажном доме. Это было роскошью. В Голливуде сделали несколько фильмов по его романам. Он ругал эти фильмы, ругал многое другое и пил виски со льдом. Мы сидели в большой мастерской. Жена Стейнбека — художница. Он сказал мне, — Если плюнуть в пасть льва, лев станет ручным. Эти слова я потом не раз вспоминал. Они верны по отношению к львам различных мастей. Несколько лет спустя Стейнбек приехал в Советский Союз. Я был с ним в Загорске. Он захотел там посмотреть мастеров, которые вырезывают из дерева зверушек. Прежде они работали хорошо, но под влиянием тяги к натурализму стали изготовлять соответствующий товар. Когда мастер сделал общую форму медведя, Стейнбек попросил продать ему неоконченную игрушку. Мастер обиделся, хочет, чтобы в Америке над нами посмеялись. А Стейнбек восхищался. Вот это искусство! И добавил, — Когда пишешь роман, тоже нужно вовремя остановиться. Прошло еще 15 лет, и недавно я снова увидел Стейнбека. Он много с тех пор написал, узнал и годы неудач, и славу. Он сидел у меня большой, крепкий, и я все время думал, до чего он связан с Америкой. Молодая страна. Люди в ней не стареют, живут, потом падают. Не знаю, умеет ли Стейнбек вовремя остановиться, когда пишет роман. Я его не стал об этом спрашивать. Кажется, нет на свете автора, который знал бы самого себя. Писатели заняты своими героями, им не досуг задуматься над собой. Конечно, Стейнбек стал как-то спокойнее. Я почувствовал тяжесть и снисходительность седьмого десятка. Все же он остался громким, неуемным, похожим на свою страну. Теперь я несколько лучше понимаю американцев. А в 1946 году я спрашивал себя, чем живет Стейнбек, чем живет Америка. Это были не праздные вопросы, не любопытство туриста, не работа этнографа. Я видел, что после войны многое на свете изменилось. Все зависит от того, по какому пути пойдет эта богатая, чрезвычайно цивилизованная и вместе с тем полудикая страна. Сотни американцев пытались мне доказать, что американцы самые свободные люди и что это объясняется частной инициативой, психикой пионеров, значением личности. Слушая такие разговоры, можно было подумать, что передо мной испанские анархисты и что Троман ученик Мигеля Бакунина. Действительно, я побывал в городах, где частные компании отпускали не только электричество и газ, но даже воду. На дорогах несколько раз нашу машину останавливали и брали деньги за проезд. Оказывалось, дорога принадлежит бизнесмену или плантатору. Мост через Миссисипи эксплуатировался акционерным обществом. В 1946 году правительство проводило кампанию против расточительности. Я видел повсюду рекламы. Не забывайте, что на свете 500 миллионов человек голодают. Гейнс 57 соусов. Я спросил председателя торговой палаты в городе Джексон, почему фирма Гейнса рекламирует свои соусы с помощью гуманных фраз. Председатель покачал головой. Напротив, фирма Гейнс старается помочь правительству. Официальным декларациям не верит, а у Гейнса большой авторитет. Вместе с тем власти преспокойно вмешивались в частную жизнь американцев. В Нью-Йорке, в гостинице на Бродвее, где я прожил неделю, ночью была облава. Арестовали провинциалов молодоженов. У них не было при себе удостоверения о браке. Имели штаты, где венчали безволокиты. А штат Невада разбогател, потому что там легко развестись. В вагоне-ресторане официант забрал стакан с виски. Мы проезжаем через сухой штат. Я был у крупного ученого Зворыкина, изобретателя иконоскопа. Он жил возле Филадельфии в чудесном доме. Он долго рассказывал, как быстро развивается в Америке наука. Я знал, что Эйнштейн и ферми обязаны многим Соединенным Штатам. Роман Якобсон ночь напролет говорил мне о будущем новой науки. Изобретены мыслящие машины. В Принстоне я видел замечательные аудитории, лаборатории, библиотеки. В Джексоне, в Ноксвилле я с трудом разыскал книжный магазин. Разноречивое впечатление я изложил в очерках. Конечно, в них было много случайного. Были, наверное, и ошибки. Трудно за короткий срок понять чужую жизнь. Однако я не поддался соблазну отделаться памфлетом. В 1946 году холодная война быстро разгоралась, и те американцы, которые ее раздували, радовались некоторым статьям или фильетонам, напечатанным в наших газетах. Журнал Harper's Magazine, участвовавший в антисоветской кампании, опубликовал перевод моих очерков, но в своих комментариях признал, важны не отдельные детали, а общее впечатление, которое получит от этих статей советский читатель. Трудно себе представить, что он увидит в них Америку грубым, жадным, механизированным и бездушным чудовищем, каким ее изображали в прошлом европейские спиритуалисты, например, Андре Зигфрид. Статьи мистера Эренбурга появлялись в известиях с июня по сентябрь, во время ныне знаменитой культурной чистки, от которой пострадали многие писатели и кинорежиссеры. Известия писали в передовой. Чему же могут учиться лучшие люди советского общества, творцы его культуры, у модных деятелей современного Запада и Америки, выразителей морального распада и гниения капиталистического строя? Читая это, мы, Веспугде, вспомнили одно место в четвертой статье мистера Эренбурга. Мы можем многому научиться и у американских писателей, и у американских архитекторов, и даже, несмотря на потрясающую пошлость средней продукции, у американских кинорежиссеров. Возникает тревожное чувство, что благодаря этим статьям мистер Эренбург повис на суке. Мы надеемся, что он принял меры предосторожности и снял с себя галстук. Антисоветские журналисты надеялись, что меня уничтожат, и до сих пор не могут мне простить, что я остался в живых. Однако мои очерки были продиктованы не только желанием погасить огонь холодной войны. Я понимал, что европейцы начинают походить на американцев при страсти к комфорту, в некотором упрощении эмоциональной жизни, в культе техники и спорта. Мне хотелось приободрить себя. И думая о новой интеллигенции, представителей которой я встречал в Нью-Йорке, Бостоне, Нью-Орлеане, я доказывал, что многие американцы начинают походить на европейцев. Америка — не застывший мир. Она все время в движении. Вчерашние пуритане становятся запойными неврастенниками, героями Хемингуэя. Дети баптистов и методистов, читает Нью-Йоркер, высмеивающий американизм. Вообще, так издеваться над Америкой, как это делают сами американцы, никогда не сможет ни один европеец. И в этом тоже залог роста. Я убежден, что американцы, проклинающие Америку, на самом деле страстные патриоты. Они новые пионеры. Их тоже трясет лихорадка, но не золотая. Они ищут духовные ценности. Им мало высоких домов. И если они смеются над этими домами, то не потому, что предпочитают хижины, а потому, что хотят высоких дум и высоких чувств. Вероятно, все это правильно, но быстро сказка сказывается, а история петляет. Прогресс естественных наук стал повсеместным. Американцы растерялись, увидев в некоторых областях превосходство советской техники. Однако это было связано скорее с выкладками политиков и военных, чем с поисками высоких дум и высоких чувств. В годы, называемые теперь годами культа личности, кибернетику у нас называли шарлатанством. Впервые большая советская энциклопедия заговорила о ней в дополнительном томе. Наши специалисты по кибернетике с возмущением вспоминают прошлое. Один из них обиду перенес на искусство, как будто в походе на новую науку повинно анахроничное увлечение Бахом или Блоком. Между тем, люди, запрещавшие кибернетику, с опаской поглядывали на искусство. Я продолжал и продолжаю спорить не столько с Америкой, сколько с американизмом. С увлечением я прочитал книгу Виннера, хотя не все в ней понял. Я слушал электронную музыку. Охотно верю, что машины, сочиняющие стихи, делают это быстрее и не хуже многих членов Союза писателей. Баха или Блока машины, однако, не заменяют, да и не могут заменить. Может быть, в недалеком будущем межпланетные ракеты будут предоставлять парочкам, лишенным свидетельства о браке, больше комфорт, чем теперешние кадиллаки или бьёвики. Не нужно много фантазии, чтобы это себе представить. Но я хочу думать, что люди грядущего будут обладать той культурой эмоций, которая отличает любовь героев Шекспира, Гёте или Льва Толстого от случки пятикантропов. Древние изображали богиню мудрости с совой, и Гегель говорил, что сова взлетает, когда опускаются сумерки. Обидно, что о многом начинаешь задумываться к вечеру жизни. Наш приезд в Америку рассматривался как ответный визит. В 1945 году три американских журналиста побывали в Советском Союзе. Холодная война только начиналась. Американцы вели переговоры с советским правительством об увеличении тиража журнала «Америка», выходившего на русском языке, об облегчении работы американских корреспондентов в Москве, и государственный секретарь Бирнс решил показать свою добрую волю. Все газеты сообщили, трое красных журналистов приглашены познакомиться с Америкой. Они будут свободно разъезжать по стране за счет правительства Соединенных Штатов. От денег мы отказались, а разрешением свободно передвигаться решили воспользоваться. Галактионов предпочитал остаться в Нью-Йорке. Где было много советских работников. Но, посоветовавшись с послом, решил, что поедет на несколько дней в Чикаго. И когда нас пригласил заместитель Бирнса Дентон, Михаил Романович объяснил, что намерен познакомиться с работой крупных читагских газет. Симонов сказал, что выбрал западное побережье, Голливуд. Пришел мой черед. Я хотел бы поехать в Южные Штаты. Дентон попытался меня отговорить. Далеко, воздушная связь плохая, да и не повсюду имеется хорошая гостиница. Я возразил. От Москвы до Вашингтона еще дальше. Я могу поехать поездом, а комфортом мы не избалованы. Дентон повторил, что мы свободны в выборе. Один из вашингтонских комментаторов, или, как в Америке говорят, колумнистов, статьи, которых печатают одновременно десятки газет, Марквис Чайлдс писал. Совершенно ясно, почему Эренбург, самый яркий и агрессивный из трех, выбрал табачную дорогу. В жизни Юга он цинично ищет подходящих для него историй. Говоря о табачной дороге, журналист, конечно, имел в виду не мою страсть к куренью, а книгу Колдуэлла. Признаться, я меньше всего думал и о Колдуэлле, и о материале для газетных очерков. Мне хотелось понять то, что с давних пор оставалось для меня загадочным — положение негров в Америке. В молодости я считал, что прогресс неминуемо освобождает людей от суеверий и нетерпимости. Я знал, что южные штаты Америки далеко отстали от северных, что там мало промышленности, есть неграмотные, и этим объяснял живучесть предрассудков. Только когда расизм восторжествовал недалеко за океаном, а в хорошо мне знакомой Германии, я понял, насколько был наивен. Судьба американских негров перестала быть исключительным явлением, расизм вошел в быт века. Решил поехать в Южные Штаты, я думал не о газетных статьях, а только что закончившейся, еще не отошедшей от меня войне. Думал о многом темном, с чем мне пришлось в жизни столкнуться, искал разгадку, пробовал осмыслить противоречивую эпоху. В первые же дни моего пребывания в Нью-Йорке я понял, что новый свет забит хламом старых предрассудков. В киосках можно было увидеть десятки газет, выходивших в Америке на различных языках — итальянском, польском, еврейском, немецком, испанском, греческом, армянском, украинском, сербском и других. Я попал в итальянский квартал. Там сушилось на веревках белье, в тротториях люди накручивали на вилку длинные макароны. Кто-то пел, мне показалось, что я в Генуе или в Неаполе. В еврейском квартале торговали солеными огурцами, халвой, водкой. Были вывески и русские, и польские. Старик, похожий на героя Бабеля, пил на улице чай и рассуждал. Сульцбергер пишет, что он любит Бога, если не еврейского, то американского. Но, наверное, этот Бог с таким вниманием читал «Таймс», что даже не заметил, как сожгли варшавское гетто. Название городов напоминает, что люди пришли сюда отовсюду. Нью-Йорк, Нью-Орлеан, Манчестер, Амстердам, Пекин, Париж, Одесса, Толеда, Франкфурт, Кантон, Кембридж, Москва, Берлин, Рим, Оксфорд, Кордова. В любой отрасли науки встречаешь имена, которые ясно говорят, что если не сам ученый, то его дед родился кто в Ирландии, кто в Польше, кто в Германии, кто в России. Я хотел понять, почему же в стране, где перемешались все расы, все национальности, все языки, расцвели и расизм, и своеобразная национальная иерархия. Аристократия знала родовую иерархию. Потомственный дворянин глядел свысока на личного дворянина, а этот последний презирал мещанина. На Франции выше всего стояли принцы, за ними шли герцоги, потом маркизы, графы, виконты, бароны, наконец, обыкновенные дворяне, у которых перед фамилией значилось «Де». Считалось, что в жилах аристократов течет голубая кровь. Но Америка не знала ни феодализма, ни голубой крови. И вот загадочным для меня образом создалась своя иерархия крови. Выше всего люди, происшедшие из семейств английских, шотландских, ирландских, скандинавских, голландских. Несколько хуже немцы, за ними идут французы, ниже славяне, еще ниже итальянцы, почти внизу евреи, китайцы, порториканцы и всех ниже негры. Есть клубы, куда не принимают славян, итальянцев. Что касается евреев, то их положение хорошо мне объяснил один славоохотливый американец. С ними обедают, но не ужинают. Обед — это деловая встреча в ресторане без жен. С евреями можно делать дела, но не якшаться. Мне показывали гостиницы, куда не пускают евреев. Обычно это на курортах, у моря или у озера. Через несколько дней после моего приезда в Нью-Йорк друзья повезли меня в негритянский квартал Гарлем. Там я познакомился с журналистами, писателями, актерами, музыкантами. С некоторыми из них я подружился. Теоретически негры в Нью-Йорке пользовались всеми правами. Но квартир в домах, где жили белые, неграм не сдавали. Они жили в Гарлеме. И что ни говори, это гетто. Как-то я возвращался из Гарлема поздно ночью. Шофер такси довез меня до границы гетто, объяснил, что дальше ему ехать не стоит, не найдет назад пассажиров. Окликнул такси с белым шофером, и я пересел. Конечно, были богатые негры. Были даже занимавшие государственные посты. Таких было мало, и посты были некрупными, но видимость соблюдалась. Однако большинство черных выполняло черную работу. Носильщики, мусорщики, сторожа, левтеры, судомойки, прачки. В Гарлеме я видел госпиталь рубашек. Так называлась мастерская, где на месте латали рубашку. Клиент сидел полуголый и ждал. У него была всего одна рубашка. Если негр заходил в ресторан, который содержал американец, ему вежливо говорили, что все столики заказаны. Если он пробовал найти работу почище, ему любезно сообщали, что вакансия уже занята. Я хотел позвать к себе друзей негров. Меня предупредили, что их не подымут наверх. Я жил на 16 этаже. Скажут, что лифт не работает. Американцам нравилась негритянская музыка, черные певцы, актеры. Негритянские трупы часто играли на бродвее. В портере сидели белые, они аплодировали. Но если актеры захотели бы после спектакля поужинать, они должны были найти французский, итальянский или еврейский ресторан. В американском им сказали бы, что все столики заняты. Расизм заразил даже тех, которые от него терпели. Я встречал негров-антисемитов. А обиженный кем-то еврей кричал, «Почему вы со мной так разговариваете?» Я, кажется, еще не негр. Мулат в Вашингтоне рассказывал о своей беде. Его дочь влюбилась в негра. Я начал готовиться к путешествию. Друзья сказали, что они пришлют ко мне одного прогрессивного южанина, который посоветует куда поехать. Дэниел Гилмор был южанином, сыном адмирала. До войны издавал левый литературный журнал «Пятница». Под таким же названием выходил еженедельник в Париже. Его редактировали в жанре «Шарблок» и «Шамсон». Он сказал, что повезет меня в своей машине. Это было нечаянной удачей. Никогда бы я не разыскал тех захолустьей, куда меня повез мой новый друг. Госдепартамент сообщил мне, что меня будет сопровождать редактор журнала «Америка», выходящего на русском языке. Нельсон был сыном выходца из России и превосходно говорил по-русски. Он показал себя тактичным, и между нами установились добрые отношения. Нельсон обращался к местным властям. Меня приглашали на официальные обеды, то председатель торговой палаты, то издатель крупной газеты, то чиновник, занятый делами культуры. Гилмор знал многих, возил меня в редакции негритянских газет, за штатные городки, на хлопковой плантации. Я разговаривал с сотнями разных людей, с профессорами и плантаторами, с пасторами и с профсоюзниками, с художниками и с рабочими. Мы были в Алабаме, когда Гилмор рассказал, что колумнист Сэм Графтон хочет описать поездку советского писателя по югу и просит разрешения присоединиться к нам. Дальше мы колесили уже вчетвером в утомленном, но поместительном бьюике. Почему-то моим спутникам понравился русский обычай называть человека по имени и отчеству. И вот со мной ездили Дэниел Горацевич Гилмор, Билл Бенедиктович Нельсон и Сэм Ноэмович Графтон. Мы подружились, и южане не раз принимали нас всех за красных. Мы останавливались на ночь то в больших гостиницах, то в мотелях, то в комнатах, которые жители городишек сдавали проезжим. Южане оказались гостеприимными, приглашали пообедать или поужинать с ними. Мне повезло. Я ездил как американский турист. В наш Вилен я провел день в частном негритянском университете Фиск. Там училось около 700 юношей и девушек. Они готовились стать врачами, педагогами, адвокатами, но знали, что смогут лечить, учить, защищать только цветных. Среди профессоров был крупный химик Бредди. Он рассказал, в каких условиях ему приходится работать. В университете для белых прекрасно оборудованные лаборатории, но туда он не имеет права войти. Не может он пользоваться и университетской библиотекой. Когда ему нужна справка, белый юноша идет вместо него в библиотеку и выписывает. А на международные конгрессы профессора Бредди посылают. Для нас вилон негр, для заграницы видны американские ученые. Я прочитал статью известного зоолога Лилли, профессора Чикагского университета, посвященный умершему в начале войны биологу Дзосту. Трагизмом отмечена вся научная деятельность Дзоста. Он был негром в Соединенных Штатах. В Европе его принимали дружески, и легко понять, почему он себя обрек на добровольное изгнание, но глубоко обидно, что его знания, беззаветная преданность науке, не смогли найти приложение на его родине. Среди студентов наш вилла я увидел рыжеватую девушку с веснушками. Она заговорила со мной по-русски. Оказалось, отец ее негр, а мать одесситка, звали ее Лилиан Вальдфельд. По виду ее никак нельзя было принять за негритянку, но в паспорте значилась «цветная». Мы осматривали плотину Теннесси, огромное строительство, осуществленное Рузвельтом. Электростанция изменила экономику шести южных штатов. Я восхищался дорогами, домами, парками, но повсюду я видел надписи «Для цветных». И угрюмо думал, да бог с ней, с этой диковинной техникой, если она может сочетаться с оплевыванием человека. Когда мы ехали на юг, Белл Бенедиктович мне рассказывал, как хорошо поставлено в Америке народное образование и какие суммы расходуются на здравоохранение. В Миссисипи я увидел, как живут негры, арендующие клочок земли или сельские рабочие. В темных лачубах копошились огромные семьи, спали на полу. Мы встречали много неграмотных, школ для негров не хватало, встречали людей, никогда в жизни не видавших доктора. Врачу нужно заплатить столько, сколько целая семья вырабатывает в три месяца. А радушный хозяин большой плантации, угощавший нас яствами юга, говорил, «Неграм у меня хорошо, я их даже в церковь отпускаю». Войдя в одну злосчастную хижину, Сэм Графтон вышел потрясенный. Никогда прежде он не бывал на юге. Я ему сказал, «Видите, я пригодился». Благодаря мне дядя Сэм познакомился с дядей Томом. Нельсон тоже впервые увидел Южные Штаты и был подавлен. Больше он не заговаривал ни о медицинском обслуживании, ни о народном образовании. Я вспоминаю большую ярко-желтую реку Миссисипи, старые усадьбы, где жили опоэтизированные герои Митчелл, уют, комфорт, который не снился нашей солтычихе, и темные зловонные хижины, едкое человеческое горе, голод в краю изобилия, работу через силу и ко всему ежечасное надругательство, куда лезешь, грязный негр. Эти слова я услышал на трамвайной остановке. Вагоны, где имели право ездить только белые, проходили почти пустые, а на площадке места не было. Трудно видеть чужое горе, нужду, нищету. Это я не раз чувствовал и дома, и в Испании, и в Индии. Но только раз в жизни я очутился среди чужого унижения. Однажды в Нью-Орлеане я сидел в милом доме у хороших и просвещенных людей, знакомых Гилмара. Один из гостей, высокий светловолосый, оказался архитектором. Мы говорили сначала об урбанизме, о Ле-Корбюзье, потом о живописи. Меня мучила жажда, было нестерпимо жарко. Я предложил пойти в соседний бар и там продолжить беседу. Никто меня не поддержал. Полчаса спустя я попросил стакан воды. Архитектор встал. Ему пора домой. Когда он вышел, хозяйка объяснила, что он по паспорту цветной и не может войти в бар. Его в городе знают. Мне стало стыдно, ведь я его поставил в трудное положение. Больше не хотел спить. Если говорить откровенно, не хотелось жить. Другой раз я испытал нестерпимый стыд, когда очень светлая мулатка рассказала мне, как носильщик, не догадавшись, что она цветная, посадил ее в вагон для белых. Поезд тронулся, она не успела выйти. Один белый подозвал проводника и сказал, чтобы он выкинул цветную. Девушка никак не походила на мулатку. Проводник оказался сердобольным и шепнул заподозренной. Я ему объяснил, что вы еврейка, поэтому у вас черные волосы. Девушка, смеясь, добавила, а я так испугалась, что двинуться не могла. Вот тогда впервые в жизни мне стало стыдно, что я еврей. Хотелось стать черным евреем. Сторонники расового разделения или, говоря проще, расисты, разговаривая со мной, пробовали обосновать южные порядки. Есть естественное неравенство рас, нужны века, чтобы негры доросли до белых, теперь с ними общаться трудно, их следует учить, создавать для них сносные условия и давать ту работу, которую они в силах выполнить. Это я слышал много раз. Это сказал мне и один юрист, у которого мы ужинали. Его молодая жена добавила, что хорошо это или плохо, но каждый американец чувствует к неграм физическое отвращение. Я почувствовал отвращение к молодой хорошенькой женщине, но, будучи гостем, промолчал. Мы встали, и хозяйка сказала, что покажет нам своего первенца. Он родился ровно месяц назад. Младенца принесла огромная толстая негритянка, сверкавшая белыми зубами. Она кормила грудью сына хозяев. В промышленном Бирмингеме много негров работало на металлургических заводах. Мы зашли к одному из них. Он жил бедно, но чисто. В маленькой комнате помещались пять человек. Разговорились о работе, о квартирах. Потом я спросил, какие у него отношения с белыми товарищами. На работе хорошие. Бываете вы у кого-нибудь из них? Нет. А к вам приходит? Никогда. Вы первый белый, который зашел в этот дом. В Нью-Орлеане я пошел в профсоюз моряков. Секретарь показал мне клуб, сказал, что их профсоюз называют красным. У них негры присутствуют на общих собраниях, в других профсоюзах для цветных имеются особые секции. Вот места для негров, сказал секретарь. Скамейки были не хуже других, но негров все же сажали отдельно. Помню долгий, откровенный разговор с адвокатом Робертсоном. Он был хороший человек, которого возмущала расовая дискриминация. Он старался как мог помочь неграм. Он рассказывал мне о чудовищных приговорах. Одна женщина увлеклась неграм, которого звали Вилли Мэгги. Он был шофером грузовика. Она затаскивала его к себе в дом. Соседки об этом судачили. Однажды муж вернулся не вовремя. Женщина закричала, помогите, меня насилуют. Все, включая судей, знали, что женщина лжет. Но никто на суде об этом не сказал. Напрасно адвокат пытался спасти Вилли Мэгги. Его приговорили к смерти. В России Олбезюн шестеро белых изнасиловали негритянку. Все знали, что они виновны, но их оправдали. Робертсон вспомнил и другие судебные дела в штате Миссисипи. Я спросил его, почему расизм оказался настолько живучим. Он ответил, «Мне неприятно вам признаться, но это в нас с детства. Мы все отравлены этой пакостью. У нас домашняя работница негритянка. Мы с женой к ней хорошо относимся. Недавно она рожала. Позвали врача. Я зашел поглядеть на ребенка и поймал себя на мысли. Живое существо, а все-таки не белый. Я сам себе неприятен. Я понял, что дело не только в страшной эпопее Гитлера. Конечно, в Америке не было ни Освенцима, ни Треблинки. Случаи линчевания становились все большей редкостью. В 1946 году в Южных Штатах существовали законы, весьма напоминавшие те, над которыми трудился Глобке. Еще недавно он занимал в Западной Германии весьма почетное место. Но и рабовладельцы Юга не были новаторами. С теми параграфов закона, опубликованного в XIII веке испанским королем Альфонсом X, которого прозвали мудрым и который действительно покровительствовал астрономии и другим наукам, гласили о разделении в жизни христиан и евреев и устанавливали ограничения для евреев, весьма схожие с теми, которые существовали в середине XX века в Южных Штатах для негров. Я знаю, что теперь многое изменилось. Даже американские реакционеры поняли, что Африка проснулась и что гонение на негров в Соединенных Штатах исключает возможность добрых отношений с новорожденными государствами Африки. Да и внутри самой Америки наблюдается сдвиги сознания. Конечно, хорошо, что ровно сто лет спустя после победы Севера над рабовладельцами-расистами принят закон о предоставлении избирательных прав неграм юга. На это событие совпало с кровью на улицах Лос-Анджелоса, с выстрелами в Алабаме и Миссисипи, с накопившейся ненавистью угнетенных к угнетателям и с затаенной неприязнью либеральных освободителей к освобождаемым. Дело не только в уничтожении отвратительных законов, дело в изменении душевного мира людей, мы слишком хорошо знали, что никакое, даже самое передовое законодательство не может вытравить из сознания древних предрассудков. Они порой прячутся, камуфлируются, ищут новых, более приспособленных к современной жизни обоснований и вдруг показываются во всей своей отвратительной наготе. О поездке на юг я рассказал не для того, чтобы осудить американцев. Эта книга не сборник политических статей. Я задумываюсь над тем, что увидел и пережил. Мне хочется найти выход. Кажется, я был прав в молодости, когда думал, что свет изгоняет тьму. Только в те далекие годы я принимал образование за воспитание, а знание — за совесть. Выход, наверное, в гармоничном развитии человека, что требует много душевных сил, много разума, да и много времени. Но если люди сейчас же не возьмутся за это, то они погибнут смертью недостойной человека от превосходства ядерного оружия над хрупкостью немыслящего тростника. И погибнут они независимо от цвета кожи или от формы носа. Мне казалось, что я потерял возможность изумления. Перелетел океан, побывал в разных странах, встречался со знаменитыми, порой великими людьми, пережил три войны, революцию, тридцать седьмой, фашизм, победу. И вот неожиданно 14 мая 1946 года я пережил изумление подростка, который впервые видит необычайное явление природы. Меня повезли в Принстон, и я оказался перед Альбертом Эйнштейном. Я провел у него всего несколько часов. На эти часы мне запомнились лучше, чем некоторые крупные события моей жизни. Можно забыть радости, напасти. А изумление не забываешь. Оно врезается в память. Конечно, я видел фотографии Эйнштейна. Кто их не видел? Но выглядел он иначе. Может быть, потому что снимки были давнишними. Может быть, потому что фотообъективнее глаз. Эйнштейну, когда я его увидел, было 67 лет. Очень длинные седые волосы старили его, придавали ему что-то от музыканта прошлого века или от отшельника. Был он без пиджака, в свитере, и вечная ручка была засунута за высокий воротник, прямо под подбородком. Записную книжку он вынимал из брючного кармана. Черты лица были острыми, резко обрисованными, а глаза изумительно молодыми, то печальными, то внимательными, сосредоточенными. И вдруг они начинали задорно смеяться, скажу, не страшась слова, по-мальчишески. В первую минуту он показался мне глубоким стариком, но стоило ему заговорить, быстро спуститься в сад, стоило его глазам весело поиздеваться, как это первое впечатление исчезло. Он был молод той молодостью, которую не могут погасить годы. Он сам я выразил брошенной мимоходом фразой «Живую, недоумеваю, все время хочу понять». В Холио Хуринита, написанном в 1921 году, я рассказывал, что читаю о теории относительности в популярном изложении. Во многих областях науки я чрезвычайно невежествен, к счастью, я это понимаю. Сказывается, незаконченное среднее. Популярное изложение я одолел, но даже в нем не все понял, о некоторых вещах скорее догадывался. По дороге из Нью-Йорка в Принстон я волновался, о чем я смогу говорить с великим ученым. Я ведь не уч. О своих страхах я рассказал еврейскому литератору Брайнину, который повез меня в Принстон. Он ответил, что Эйнштейн человек простой. Он меня пригласил, потому что интересуется Россией, угрозой новой мировой войны. Это меня не успокоило. Но стоило Эйнштейну заговорить, как страх исчез. Конечно, я отвечал на его вопросы, что-то рассказывал, но теперь мне кажется, что говорил только он, а я слушал. Если раскрывал рот, то от изумления. Все меня изумляло. И его внешность, и биография, и мудрость, и задор. А больше всего то, что я сижу, пью кофе, а со мной разговаривает Эйнштейн. Как-то я сидел рядом с Желео Кюри на заседании Всемирного Совета Мира. Ораторы один за другим повторяли общеизвестные истины, а Желео, наклонившись к моему уху, говорил о судьбе физиков. Видно, какая-то фраза навела его на эти мысли. Физики похожи на поэтов, а не делают открытие в молодости. Это как вдохновение. Ферми в 33 года создал теорию бета-распада. Розерфорд проявил свой гений в 32 года. Дебройль и Паули сделали важное открытие в 31 год. Дирак в 26. А вы знаете, сколько было Эйнштейну, когда он сформулировал частную теорию относительности. 26. Глаза Желео лукаво заблестели, вдруг он насупился. Нужно послушать, что он говорит. А я записал слова Желео на проекте очередной резолюции. Конечно, мое волнение, когда я ехал в Принстон, было связано с масштабом человека. Я вспомнил, как в 1934 году Ланжевен мне говорил, Эйнштейн перевернул все естественные науки. Физикам до него казалось, что все известно, а он доказал, что есть другое познание. С него начинается современная физика, да и не только физика, новая наука. Он разбивал старое представление о кабинетном ученом, замкнутом в пределах своей специальности. Я знал, что он дружил с Роменом Роланом, в 1915 году выступал против войны, знал о его борьбе против фашизма, и человек, которого я увидел, помог мне многое понять в нашей противоречивой эпохе. Много позднее я прочитал его автобиографические наброски, воспоминания его друзей и увидел, что мое изумление было естественным. Его жизнь напоминала бурную горную реку. Начну с паспорта. Он был немецким подданным, потом швейцарским гражданином и, наконец, американским. Когда он сделал свое гениальное открытие, он числился экспертом третьего ранга в Бернском бюро патентов. Три года спустя, когда об открытии Эйнштейна говорили все передовые ученые мира, он читал лекции в Бернском университете, и на этих лекциях бывали всего два студента. Вскоре о нем начали говорить не только на ученых заседаниях, но и в трамваях. Он читал курсы лекции в Цюрихе, в Праге, в Берлине, в Лейдене, в Посадене, в Принстоне, побывал во многих странах Европы, ездил в Индию, в Палестину, в Японию. С кем только не встречался он в жизни, не вел задушевных бесед. Я не говорю об ученых, естественно, что со многими из них его связывала дружба, но перечислю некоторые неожиданные встречи, о которых он писал или упоминал в разговоре. Ромэн Ролан и лорд Бертран Рассел, Кавка и Чарли Чаплин, Робин Дранат Тагор и наркомендел Чичерин, историк хасидизма Бубер и Бернард Шоу, бельгийский король Альберт и негритянская певица Андерсон, Рузвельт и Неру. Он терпеть не мог приемов, аплодисментов, фимиама, чрезвычайно редко выступал публично, обожал играть на скрипке, увлекался садоводством, отдавался парусному спорту, даже написал статью вопроса управления парусной яхтой. И вместе с тем не было события, на которое он не реагировал бы страстно, самоотверженно. В годы Первой мировой войны, узнав, что Ромэн Ролан выступает против националистического ослепления, он поехал к нему в Швейцарию, выступил против мировой бойни. Он мужественно приветствовал Октябрьскую революцию, клеймил немецкий милитаризм. Фашизм нашел в нем непримиримого врага. Он не был националистом, ни немецким, ни еврейским, ни американским. Собирая деньги на устройство еврейского университета в Палестине, он говорил, «Я видел, как в Германии высмеивали евреев, и мое сердце обливалось кровью. Я видел, как были мобилизованы школы, юмористические журналы, всяческие другие способы пропаганды, чтобы подавить в моих братьях-евреях веру в себя». Он сделал все, что мог для Испании, отстаивавшей свое достоинство. Он участвовал во многих организациях, боровшихся против угрозы новой мировой войны. Он вышел из культурного отдела легенаций, заявил, что оно потворствует сильным и поощряет агрессоров. Он публично заявил в Америке, что он сторонник социализма и друг Советского Союза. Он писал о дискриминации негров. Это темное пятно на совести каждого американца. В годы Второй мировой войны он помогал сбору средств для помощи Советскому Союзу. Он осудил атомное оружие, предал Анафеме холодную войну, настаивал на всеобщем разоружении и за месяц до смерти сидел над текстом обращения, которое должно было быть подписано им, Бертраном Расселом и Жилье Кюри. У него было много врагов. Некоторые ученые долго пытались отрицать его открытия, которые, каким казалось, подрывают их небольшую заработанную всеми правдами и неправдами репутацию. Его ненавидели немецкие фашисты. Для них он был прежде всего евреем. Была образована организация Анти-Эйнштейн, куда входили некоторые известные физики, нобелевские лауреаты. Эта организация занялась травлей Эйнштейна. Срывали лекции, печатали псевдонаучные пасквили, листовки. В 1922 году королевские молодчики, узнав, что Эйнштейн приезжает в Париж, устроили враждебную демонстрацию. Когда Гитлер пришел к власти, Эйнштейн был приговорен заочно к смертной казни. За его голову обещали крупное вознаграждение. В 1933 году мракобесы требовали, чтобы Эйнштейну запретили въезд в Соединенные Штаты. В 1945 году конгрессмен Ремкин в Палате представителей предложил правительству покарать агитатора некоего Эйнштейна, осмелившегося выступать против режима Франко. Пять лет спустя тот же Ремкин говорил, старый шарлатан некий Эйнштейн, который называет себя ученым, а в действительности является участником коммунистического лагеря. Эйнштейном занялась знаменитая комиссия по расследованию антиамериканской деятельности. В записной книжке я нашел некоторые фразы Эйнштейна, записал сразу, вернувшись из Принстона в Нью-Йорк. Вот что он говорил об американцах. Это дети. Иногда милые, иногда распущенные. Нехорошо, когда дети начинают играть со спичками. Лучше бы играли с кубиками. Я не думаю, что средний американец читает меньше, чем европеец, но он читает другое и, главное, читает иначе. Я спросил одного студента, читал ли он такую-то книгу. Он ответил, кажется, да, не помню. Но ведь эта книга вышла несколько лет назад, наверное, она устарела. Такому интересно только новое. Здесь умеют быстро забывать. В годы войны у среднего американца при слове «Сталинград» был рефлекс снять с руки часы и послать красноармейцу. Михоэлс и Фефер это видели. Теперь при том же слове у многих совсем другой рефлекс — показать русским, что у нас атомная бомба. Конечно, это результат газетной кампании. В Центральной Африке существовало небольшое племя, говорю, существовало, потому что читал о нем давно. Люди этого племени давали детям имена «гора», «пальма», «заря», «ястреб». Когда человек умирал, его имя становилось запретным, табу, и приходилось подыскивать новые слова для «горы» или «ястреба». Понятно, что у этого племени не было ни истории, ни традиций, ни легенд. Следовательно, оно не могло развиваться. Чуть ли не каждый год приходилось начинать все сначала. Многие американцы напоминают людей этого племени. Я прочитал в журнале «Нью-Йоркер» потрясающий репортаж о Хиросиме. Я заказал по телефону сто экземпляров журнала и роздал моим студентам. Один потом поблагодарил меня. В восторге сказал «Бомба чудесная». Конечно, есть и другие, но все это очень тяжело. Я выступал осенью. Кажется, скоро снова придется. Он еще вернулся в разговоре к бомбе. Видите ли, самое опасное рассчитывать на логику. Вы убеждены, что дважды два четыре? Я нет. Несчастье, что умер Рузвельт, он не допустил бы. Опять-таки позднее я узнал о том, что называют драмой Эйнштейна. За месяц до начала Второй мировой войны некоторые друзья Эйнштейна, физики, сообщили ему, что в Германии работает над созданием атомной бомбы. Захватив Чехословакию, гитлеровцы располагают ураном. Друзья уговорили Эйнштейна написать об этом Рузвельту. В апреле 1945 года, когда стало ясно, что гитлеровцы не успели создать атомную бомбу, узнав, что такая бомба уже имеется у американцев, Эйнштейн вторично написал Рузвельту, умолял не прибегать к ужасающему оружию. Рузвельт умер до того, как получил письмо, а новый президент Трумэн несколько месяцев спустя отбил приказ сбросить бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Я знал, что Эйнштейн интересуется изданием черной книги. Я привез некоторые опубликованные материалы, фотографии. Эйнштейн внимательно глядел, потом поднял глаза и увидел в них скорбь, его губы чуть вздрагивали. Он сказал, «Не раз в моей жизни я говорил, что возможности познания безграничны и безграничны то, что мы должны узнать. Сейчас я думаю о том, что у низости и жестокости тоже нет границ». Он спросил, куда я собираюсь поехать. Я ответил, что послезавтра уезжаю на юг, хочу поглядеть, как живут негры. Он сказал, «Живут они ужасно, постыдно. Действие правительства южных штатов подпадает под некоторые пункты обвинительного акта Нюрнбергского процесса». Через несколько минут, когда мы спустились в сад и нас там мучил фотограф, он рассказал, как давно одна молодая и красивая американка, защищая расовую дискриминацию, задала ему распространенный в Америке вопрос, «Что вы сказали бы, если бы ваш сын объявил вам, что женится на негритянке?» Я ей ответил, «Не знаю, захотел бы познакомиться с невестой, а вот если бы мой сын сказал, что собирается жениться на вас, я, наверное, лишился бы сна и аппетита». В его глазах загорелся задорный огонек. Он меня расспрашивал о Советском Союзе. Потом сказал, «Я верю, что вы быстро восстановите экономику. Я вообще верю в Россию. Скажите, вы часто встречаетесь со Сталиным?» Я ответил, что ни разу с ним не разговаривал. Жалко. Мне хотелось бы узнать о нем как о человеке. Один коммунист мне говорил, что я отстал, преувеличиваю роль личности. Конечно, я не марксист, но я знаю, что мир существует вне субъективных оценок личности, и все же личность играет крупнейшую роль. Я куда лучше представляю себе Ленина, читал о нем и видел людей, которые с ним встречались. Он вызывает к себе уважение, не только как политик, но и как человек с высокими моральными критериями. Еще записана одна фраза. Не могу вспомнить, в каком месте разговора. Он это сказал. На меня очень большое впечатление произвели братья Карамазовы. Это одна из тех книг, которые разбивают механические представления о внутреннем мире человека, о границах добра и зла. Прощаясь, он сказал, главное теперь не допустить атомную катастрофу. Хорошо, что вы приехали в Америку. Пусть побольше русских приезжает, рассказывают. Человечество должно оказаться умнее, чем Эпиметейх, который раскрыл ящик Пандоры, а закрыть его не смог. До свидания. Приезжайте снова. Десять дней спустя я услышал по радио знакомый Голов. Эйнштейн говорил о смертельной опасности, нависшей над человечеством. Необходимо договориться с русскими, отказаться от атомного оружия, не вооружаться, а разоружаться. Он хотел захлопнуть ящик Пандоры. Я слушал и вспоминал маленький серый дом с зелеными ставнями, книги, рукописи, прожженные трубки. Все казалось заброшенным, как будто хозяин уже ушел из привычного уюта в мир, который безграничен. Вспоминал я старого человека с ручкой за воротником, со светящимися глазами, с космами белых волос. Который трепал весенний ветер. Это было в Нью-Йорке в начале моего знакомства с Америкой. В полутемной мастерской я примерял брюки, когда меня вдруг ослепила вспышка лампочки. Фоторепортер бубнил, что хотел снять меня на улице, а примерку снял ради шутки, мне на память. Конечно, эта фотография не будет опубликована. И, конечно же, на следующий день я ее увидел в одной из вечерних газет. Журналист сообщал, что Эренбург отказался от застежки молнии, предпочитая ей традиционные пуговицы. Вместо того, чтобы посмеяться, я рассердился и, встретив редактора несколько дней спустя, спросил его, почему он напечатал столь игривую фотографию. Я ведь не кинозвезда, а пожилой мужчина. «У нас существует интерес к человеку», объяснил мне редактор. «Но почему к его нижней половине?» Он удивленно посмотрел, потом захохотал. «Здорово! У вас чисто американский юмор. Завтра это пойдет в номер». Вначале меня удивлял характер многих американских газет. Потом я привык и перестал обращать внимание. Беспокоило меня другое. Первые признаки того, что год спустя было окрещено холодной войной. Помню, в Ноксвилле, просматривая местную газету, я вдруг остолбенел. Прочитал, что в Псалме 119-м говорится о масохе, где живут люди, ненавидящие мир, и что Рог и Зекииль указывал, что в Мешехе люди поклоняются идолу Гогу, а масохе Мешех нечто иное, как Москва. Конечно, Ноксвилл небольшой провинциальный город. Можно было бы посмеяться над глупостью и кликушеством. Но на следующий день я разговаривал с одним фермером, очень гостеприимным, и он сказал мне, вот беда, только отвоевали и снова придется воевать, теперь уже не с немцами, а с русскими. Сказал он это без задора, даже без неприязни, скорее печально. Подобные рассуждения я слышал не раз, хотя еще продолжался Нюрнбергский процесс, и в первую годовщину победы над Гитлером многие вспоминали, что русские были союзниками. Людей сбивали с толку сенсационные телеграммы. Вдруг газетчики выкрикивают, красные танки идут на Тегеран. О провержении никто не помнил, помнили страх. Я спрашивал людей, разбиравшихся в иностранной политики. Почему они считают Третью мировую войну неизбежной? Они не ссылались на Библию, а говорили, русские собираются захватить Персию. Россия в ближайшие месяцы нападет на Турцию, Москва претендует на Грецию, красные грозят начать войну, если Тита не получит Триеста. Мы пробыли в Америке два с половиной месяца. И за этот короткий срок многое изменилось. Газеты все чаще выказывали неприязнь. Люди, с которыми мы встречали, стали настороженнее. Конечно, это было самое начало холодной войны. Еще можно было надеяться, что вчерашние союзники договорятся. Я встречался с политическими деятелями, пытавшимися отстоять линию Рузвельта, с бывшим вице-президентом Олесом, с бывшим послом Дэвисом, с парламентариями Пеппером, Коффе, Томасом. Они выступали вместе с нами на больших митингах или на встречах. В Мэдисон-сквер пришли двадцать тысяч американцев. Выступали и посол Громыко, и мы трое, и Дэвис. Я видел в масляной полутьме огромного зала дружеские улыбки. Все же настроение рядовых американцев менялось на глазах. Меня поразила фантазия журналистов из газет, принадлежавших Херсту. Они писали небылицы о нас, хотя мы были рядом. Многие газеты уверяли, что я путешествую под наблюдением сопровождающего меня агента ГПУ. И милейший Билл Бенедиктович смеялся, когда я представлял его тайный агент Красной полиции, сотрудник Государственного департамента мистер Нельсон. Я приехал с Симоновым в Бостон. Ехали мы ночь. На вокзале нас встретил член Совета Американо-советской дружбы. Накинулись репортеры. Мы отвечали. Наконец член Совета сказал, дайте им позавтракать, передохнуть. Вечерняя газета вышла с крупным заголовком. Русский консул запретил советским писателям разговаривать с представителями прессы. Я спросил редактор, почему он печатает в своей газете бессмыслицу, ведь в Бостоне нет советского консула. Он ответил, что произошло недоразумение. Говорили каунсел совет, а репортеру послушалось кэнсел консул. Может быть, так и было на самом деле, а может быть и не так. Я не раз замечал, что когда в дело замешана политика, недоразумение объясняется разумением, и бессмыслицы полны смысла. Херстовские газеты меня называли замаскированным агитатором, товарищем циником, Ильей из Коминтерна. Это звучало почти академично. Два года спустя те же газеты, говоря обо мне, прибегали к более ярким определениям. Помню хорошо два из них. Кремлевский недоносок и наемный микроцефал. Один из друзей Розвельта объяснил мне новую политику Америки. Трумэн отнюдь не думает о войне. Он считает, что коммунизм угрожает некоторым странам Западной Европы и может восторжествовать, если Советский Союз экономически встанет на ноги, шагнет вперед. Непримиримая политика Соединенных Штатов, испытания атомных бомб, заставят Россию тратить все силы и все средства на модернизацию вооружения. Сторонники твердого курса говорят об угрозе советских танков, а в действительности они объявили войну советским кастрюлям. Два месяца спустя после этой беседы Трумэн предложил министру торговли Уоллесу, защищавшему идею соглашения с Советским Союзом, выйти в отставку. В Соединенных Штатах официальные лица были с нами вежливы. Мы свободно разъезжали по стране, выступали на собраниях и обижали нас только некоторые журналисты, старавшиеся обогнать время. Мы увидели самое начало первого действия. В Канаде нам показали сцену следующего акта. Мы хотели съездить в Мексику и на Кубу, нас туда приглашали. Но из Москвы пришла телеграмма, нам советовали принять приглашение Канадско-советского общества дружбы, выступить в Торонто и Монреале. Пришлось согласиться. Еще в Нью-Йорке ко мне пришел канадский дипломат и предложил после Монреаля посетить Оттаву, где мы будем гостями канадского правительства. Улыбаясь, как и подобает дипломату, он сказал, что в Оттаве мы сможем отдохнуть. Гости правительства должны воздерживаться от публичных выступлений. Переехав границу, мы сразу поняли, какой именно отдых нам предстоит. Как раз в те дни происходил суд над канадцами, которых обвиняли в выдаче военных тайн Советскому Союзу. Главным свидетелем обвинения был бывший сотрудник посольства Гузенко. Его соблазнили деньгами, перспективой комфортабельной жизни. На процессе он был звездой, носил панцирь под пиджаком, газеты восхищались его отвагой. Поскольку шпионажем занимаются все государства, большие и малые, обычно такого рода дела разбираются без излишнего шума. Газеты сообщают, что задержанные лица работали в пользу одной иностранной державы. На этот раз канадское правительство, вряд ли по своей воле, подняло ожесточенную кампанию против Советского Союза. Газеты ежедневно писали о красной опасности. В Оттаве вокруг посольства толпились штатные единицы или добровольцы, поносившие Москву. Атмосфера таким образом была не совсем подходящей для мирного знакомства со страной. Помню первый вечер в Торонто. Нас пригласил на ужин владелец крупной газеты, сказал, что хочет побеседовать, как укрепить культурные связи, установить взаимопонимание. В тот же вечер должен был состояться ужин Комитета помощи России в войне, и мне пришлось на него пойти. Владельцу газеты я сказал, что после ужина приеду на часок. Ужин прошел нормально, с деревянным молотком председателя, с благородными речами, с чеками, с аплодисментами. Я уже знал программу и старательно исполнял порученную мне роль. Владелец газеты жил за городом, в доме, окруженном прекрасным садом. Войдя в столовую, я сразу почувствовал что-то неладное. Галактионов сидел неподвижно, поджав губы, а Симонов делал вид, будто рассматривает гравюры на стенах. Мое появление, видимо, прервало разговор. Принесли кофе. Я не успел взять чашку, как хозяин, повернувшись к Михаилу Романовичу, сказал, таким образом, вы должны понять, что канадцы не без основания видят в каждом советском посетителе разведчика. Я встал, сказал, что устал, хочу спать. Хозяин понял, что хватил через край и начал говорить, что любит Россию, рад нашему приезду. Мы постояли минут десять и ушли. Начались пресс-конференции. Напрасно канадцы из общества дружбы пытались унять журналистов. Напрасно мы говорили о жизни и культуре советского народа. Нам задавали вопросы о шпионаже, о военных приготовлениях Кремля, о предстоящей войне. На первой пресс-конференции я сказал, мне нравится страна, народ, но меня удивляют две вещи. Почему у вас журналисты только и говорят, что о новой войне? Неужели вас не интересует, как мы живем, как воевали, как восстанавливаем разрушенные города? И второй вопрос. По Конституции Канада двоязычная страна, а на границе не понимает, когда говоришь по-французски. На почте тоже, да и среди журналистов, я вижу по лицам, большинство меня не понимает. Мои слова были медом для французской печати Монреале и Квебека. Газеты, выходящие на французском языке, крупным шрифтом оповестили своих читателей. Эренбург считает, что в Канаде слишком много говорят о войне и слишком мало говорят по-французски. Это предопределило относительно благожелательное отношение к нам французских газет, в своем большинстве крайне правых. В первые дни мы не отвечали на вопросы, связанные с процессом. Некоторые газеты обвинили нас в трусости. Когда на ужине прессы Канадского легиона в десятый раз поставили тот же вопрос, я счел невозможным отмалчиваться. У меня сохранился номер Ла Патри, где напечатан мой ответ. Советское правительство заявило, что она думает по этому поводу. Я вам скажу, что думаю об этом я, один из советских граждан. В деле есть юридическая сторона, ее я не собираюсь касаться. Есть в нем и политическая сторона. Я видел канадские войска в годы Первой мировой войны. Они находились на одном из самых опасных секторов фронта. Это было почетным местом. То же самое можно сказать о месте канадцев во Второй мировой войне на Шельде. Мне кажется, что в словесной войне, объявленной Советскому Союзу, канадцев снова поставили на самое опасное место. Навряд ли его можно назвать почетным. Я не понимаю, почему Канада должна быть зачинщицей. Думаю, что нам лучше договориться и дружить. Разумеется, газеты заговорили о моем вмешательстве во внутренние дела Канады. В Монреале власти нас предупредили, что лучше отменить митинг, готовиться без порядки. Галактионов по состоянию своего здоровья переживал происходящее особенно мучительно. Митинг все же не отменили. Я выступал по-французски, а в этом городе говорить без переводчика означало сразу подкупить собравшихся. Я хотел поехать на один день в Квебек, посмотреть старый французский город, но представитель правительства мне сказал, в Квебеке нет ни одной свободной комнаты, где вы могли бы переночевать. Самым неприятным было наше пребывание в Оттаве. Нас окружали чиновники среднего калибра. День мы провели в нашем посольстве. Там немного отдохнули, да и развеселили сотрудников, которые сидели как в бесте. В последний день нас неожиданно пригласил к себе премьер. Мы решили, что к нему пойдут Галактионов и Симонов и скажут, что я, прошу прощения, устал, плохо себя чувствую, меня ведь атаковали больше других. Премьер понял, что моя болезнь дипломатическая и пытался снять с себя вину. Когда мы сели в самолет, я улыбался. Слава Богу, кончилось. В Олбани самолет приземлился, нас долго держали на поле, потом сказали, что погода нелетная, пассажирам заказаны билеты в поезде. В Олбани мы провели несколько часов, без программы, без журналистов, без друзей. Это был обыкновенный провинциальный город Соединенных Штатов. По улице ходили молодые люди в новеньких костюмах и ярких галстуках, в барах, на высоких табуретах, сидели крикливые и в то же время молчаливые люди. Они не разговаривали друг с другом, а время от времени издавали резкие скрипучие звуки. То заказывали бурбон-сода, то ругались, то осклабясь восклицали «Ес». В витринах магазинов красотки из пластмасс, залитые синим зловещим светом, напоминали о дешевизне летних плачев и о доступности десятиминутного счастья. Мы сидели в баре, бродили по улицам, приходили на вокзал и снова уходили, ждали поезда. Я запомнил этот вечер в Олбане, потому что там я неожиданно разговаривался с одним из посетителей бара. На вид ему было под пятьдесят. Его медно-красное лицо сверкало от пота, вечер был жарким. Он прожил два года в Брюсселе и говорил по-французски. Он рассказал мне свою биографию. Его отец был мелким плантатором в штате Небраска. Он знал в детстве не нужду, но бедность. Отец поставил его на ноги, послал в коммерческое училище. Потом он начал работать в фирме санитарных приборов, придумал новый способ рекламы, получил премиальные, бросил службу, уехал в Сан-Франциско, открыл крохотную колбасную, быстро разбогател. Попался прекрасный мастер венгр, убежавший из тюрьмы. Салами ему вскоре надоело, он перешел на страховку. Получил место в Бельгии, но европейская жизнь ему не понравилась. Он вернулся на родину и начал сдавать в Канзасе финансовый листок. Его считали человеком энергичным, он шел в гору, женился. Вдруг разразился кризис, он обнищал, торговал в киоске горячими сосисками, подумывал о самоубийстве, особенно после того, как жена спуталась с начальником полиции. Но в общем все приходит и уходит, кризис кончился, он приободрился, нашел компаньона и открыл в Кливленде бюро частного розыска, увлекся политикой, участвовал в предвыборной кампании, правда неудачно, агитировал за республиканцев, а прошел снова Рузвельт. Он вторично женился на вдове, получил в придачу пасынка шалопая на избережение, купил небольшой завод, там делали сейфы, и вдруг пирл харбор, завод начал работать на военное ведомство, расширился. Тут произошла крупная неприятность, забраковали поставки, газеты, подкупленные конкурентом, требовали суда, пришлось потратить уйму денег на дорогих адвокатов, все пировали, а он снова шел ко дну. Но жена вытащила сбережения, завод продали, он переехал в Олбани и занялся рекламами. Теперь дела идут хорошо. В его бюро 11 служащих. Пасынок исправился, у него оказались способности, он изобрел машину для световых реклам, которые сообщают также биржевые курсы, политические новости, получил монополию на рекламы Гейнса, сигарет Кэмелл, трех банков. Теперь ему предлагают стать во главе парижского отделения большой фирмы, а в бюро останется пасынок. Я спросил, не устал ли он от такой беспокойной жизни. Он презрительно усмехнулся. Я не бельгиец, не француз, и не русский, а настоящий американец. В мае мне исполнилось 54 года, для мужчины это прекрасный возраст, у меня голова набита идеями, я еще могу забраться на вершину. Потом он начал философствовать. Я ничего не имею против русских, они здорово воевали, наверное, они хорошие бизнесмены, но я читал в Таймсе, что у вас нет частной инициативы, нет конкуренции, выйти в люди могут только политики и конструкторы, а остальные работают, получают жалования. Это неслыханно скучно. Да если бы во время Великой Депрессии, так он назвал кризис конца двадцатых годов, мне сказали, дадим тебе приличные жалования, но с условием, что ты больше не будешь ни переезжать из штата в штат, ни менять профессию, я покончил бы с собой. Вы этого не понимаете? Конечно. Я видел в Брюсселе, как люди спокойно живут, откладывают на черный день и вырождаются. Там каждый молодой человек духовный импотент. Подошел Симонов, сказал, что пора на вокзал. В Пулмановском вагоне было темно, все спали за занавесками. Я прошел в помещение возле уборной, там можно было курить, читать, пить содовую воду. Там я записал рассказ случайного собутыльника. Неделю спустя в Бостоне мы сели на французский теплоход «Ильде-Франс». До войны он считался роскошным, но потом служил для перевозки американских частей в Европу. Солдаты повсюду солдаты, и они привели нарядные залы, каюты в состояние соответствовавшее их душевному разору. В Бостоне была забастовка портовых рабочих. Багаж грузили желтые, а багажа было много. Европа возвращалась в Европу. Кого только не было на «Ильде-Франс». Жил Ромен, которого ждали звания академика, или, как говорят французы, бессмертного, мундир, шпага, и румынская коммунистка, просидевшая в бухарестской тюрьме шесть лет. Бельгиец, фабрикант фигар и чешский профессор. Ехали все в разоренную голодную Европу. Везли меховые монто и запасы кофе, стиральные машины и консервы. На палубе днем доносились обрывки фраз. Итальянский студент горячась кричал, что пора покончить с проклятыми клерикалами. Старая аристократка из Пуатье вздыхала. Зядь написал, что во Франции пахнет революцией. Он считает, что бедо честнейший человек, но тряпка. Допустил, что Торрес теперь во дворце Матиньон, а партизаны припрятали оружие. Конечно, в Америке спокойнее, но я хочу умереть у себя дома. Молодые спорили о книгах Сартра, о том, будет ли во Франции коммунизм, и о том, нужно ли восстанавливать разрушенные города такими, какими они были, или строить наново. Все были охвачены волнением перед встречей с родными, друзьями, составленной на несколько лет родиной. Не знаю, как выглядели пароходы, увозившие в Америку эмигрантов, но Иль де Франс увозил людей, не осевших в богатой и сытой Америке. Люди волновались, а океан был спокойным. По ночам я часто сидел на верхней палубе, то записывал американские впечатления, то забирался в темноту и любовался водным простором. Я записал в одну из ночей мои мысли о путешествии и в записи вернулся к меднолицому американцу, которого встретил в Олбани. В ранней молодости, когда я вошел в гимназическую организацию, я думал обо всем по брошюрам Донской речи. Там было ясно сказано, что социализм прежде всего восторжествует в странах с концентрацией капитала, с передовой индустрией. Получилось наоборот. В горах Черногории люди кричат «Белград, Москва», а в Америке капитализм переживает «Если не молодость, то прекрасный возраст для мужчины», как говорил тот в Олбани. Он не случайный искатель приключений, а человек авантюристического мира. Все, что он ценит, для него не кончается, а начинается. С Америкой нужно договориться, революции там в ближайшие десятилетия не будет, остановка за американцами. Они, в общем, мирные люди, ну уж очень азартные. Я думал о том, что слышал в Канаде. Думал с ужасом. То же получилось не по программе. После военных годы начинает оборачиваться в предвоенные. Я хочу дописать роман о той буре, что улеглась. А люди, с которыми я спорил в Канаде, успели распрощаться с недавним прошлым. Для них буря только-только начинается. Ветер кружит столбы пыли. Океан ворочался, как человек, которому снятся беспокойные сны. Но для океана это было легким волнением. Конечно, шлюпку швыряло бы, а в баре Ильде-Франца чуть позванивали стаканы. Ночи были по-июльски теплыми, с мотовством раскиданных на небе звезд. О чем я думал? Не помню. Наверное, о том, о чем думают все люди, оторванные на неделю от житейской лихорадки, среди воды, под звездами, о прожитой жизни, о ненаписанных книгах, о том, что пора подводить итоги. Помню только, что в одной из ночей ко мне подошел Галактионов. Он, пожаловался на бессонницу, потом сказал, что наверху хорошо, морской воздух, звезды, и вдруг начал декламировать. И звезда с звездой говорит. Он ушел, а я спустился в каюту. Мне хотелось писать стихи, но вместо этого я записал. Мы в жизни разговаривали друг с другом очень редко, наверное, куда реже, чем звезда со звездой. Стоит мне вспомнить поездку в Америку, как я начинаю думать о судьбе Михаила Романовича Галактионова. В Красной Звезде почти каждый вечер я встречал этого скромного, старомодно учтивого человека. Мы здоровались, иногда обменивались несколькими словами, и, конечно, я не знал, что он за человек. Во время нашей поездки в Америку я порой подолго с ним беседовал, кое-что узнал о нем и все же долго не понимал главного. Я часто упрекаю себя за невнимательность к людям. Иногда мне кажется, что это не мой порог, а нравы века. Мы удивительно мало знаем соседей, сослуживцев, даже приятелей. Говорим о событиях короткого дня или спорим почти отвлеченно, а о том, что нас действительно волнует, молчим, старательно прячем свое и столь же старательно боимся случайно напасть на припрятанное чужое. Американские журналисты, увидев впервые Галактионовым, называли его старым солдатом, обманывали седые волосы, усталые глаза под очками в темной оправе, звезда на погонах. До нашей поездки я тоже думал, что Михаил Романович старше меня, а ему, когда мы были в Америке, не было и пяти десяти. Генеральская форма придавала ему некоторую сухость, казалось, что он весь накрахмален, и щеки, и слова, и мысли. А это было неправдой. О чем только мы следовали, оставаясь вдвоем, когда он еще мог спокойно разговаривать? О мастерстве Чехова, и о страшной судьбе наших солдат, попавших в плен, о старых постановках в Киевском театре Соловцова, и об опасности механизации человека. Когда-то Галактион учился на филологическом факультете, потом стал прапорщиком. В 19-м году пошел добровольцем в Красную армию и почти всю свою жизнь прослужил в ней. При разговоре я чувствовал старую интеллигентскую закваску. В начале нашей поездки я не только ничего не знал о душевном состоянии Михаила Романовича, я и не понимал его поступков. Меня удивляло, как болезненно он реагирует на бесцеремонные вопросы журналистов, на издевательскую шутку одного из колумнистов, на любую мелочь, которую Симонов и Илья даже не замечали. Потом я начал кое-что понимать, а узнал все слишком поздно. В первый месяц нашей американской жизни я как-то зашел в номер Галактионова. Он сидел сгорбившись у стола, мне показалось, что он нездоров. Он отвечал «Все в порядке» и поглядел на меня глазами затравленного зверя. Я сказал, что нам нужно ехать на обед United Press. Он встал, причесал волосы, даже улыбнулся и вдруг тихо выговорил «Каждый день встречаться с иностранцами — это пытка». Он честно выполнял порученную ему работу. Выступал на собраниях, казался приветливым, общительным. Хотя холодная война усиливалась, журналисты вели себя куда почтительнее с генералом, чем с писателями. Однако Михаил Романович нервничал. Однажды крупный военный комментатор на приеме сказал ему «Я слышал, что у вас готовится история войны, мы теперь заняты тем же, стараемся разобраться в наших неудачах на Тихом океане, в Африке, в Италии. Скажите, ваши военные историки могут проанализировать неудачные операции, например, Керченскую?» Галактионов ответил, что в первый год войны у немцев было преобладание в технике. Тогда американец, усмехаясь, сказал «Разумеется, поскольку Красной армией командовал генералиссимус Сталин, стратегические ошибки были исключены». В Нью-Йорке я и Симонов весь день бродили по городу, а Михаил Романович не выходил из своего номера. Когда не было официальных обедов, он и ел у себя в комнате. Сотрудник торгпредства приносил ему из библиотеки книги. Было жарко, генерал раздевался, садился в кресло и читал Чехова, Тургенева, Лескова. Как-то я застал его за чтением Чехова. «Удивительный писатель», сказал он. «Кажется, десятый раз перечитываю и восхищаюсь. Он просвечивал насквозь человека. Вчера, после того, как мы вернулись с проклятого ужина, я читал «Палату номер 6». Чуть ли не наизусть знаю, но когда дохожу до сцены, как Никита выдает доктору Шутовской халат, не могу дальше читать. Бывают модные писатели. Когда-то я зачитывался Леонидом Андреевым, а здесь принесли мне его рассказы. Не могу читать, смешно, устарело, а вот до вашего прихода я читал человека в футляре. Меня точность поражает, ни одного слова не прибавишь и не убавишь. Вот вы послушайте, «Постное есть вредно, а скоромное нельзя». или еще вот это место, «Видеть и слышать, как лгут и тебя же называют дураком за то, что ты терпишь эту ложь, сносить обиды, унижения, не сметь открыто заявить, что ты на стороне честных, свободных людей, и самому лгать, улыбаться». В дверь постучали. Михаил Романович поспешно захлопнул книгу. «На моей совести грех, сам того не подозревая, я способствовал развитию болезни Михаила Романовича. Начиналось нестерпимо знойное Нью-Йоркское лето, а он ходил в военной форме и страдал от жары. Притом он привлекал к себе внимание, стоило ему выйти на улицу, как на него все глазели. Я уговорил его купить летний костюм. Он ожил, сказал, что вышел под вечер погулять, и никто на него не смотрел, даже рассмеялся. Наверное, я похож на обыкновенного пожилого бизнесмена. А на следующий день я нашел его в ужасном состоянии. Перед ним лежала газета, и он еле вымолвил. «Можете прочитать. Вот к чему привели ваши советы. Нужно сказать, что колумнисты усиленно нами занимались. Один написал, сколько долларов потратил Симонов на ужин с актрисой, другой рассказывал, что я купил ящик дорогих голландских сигар. И вот один из колумнистов написал, «Зацвели сады, запели птички, и грозный генерал Галактионов сменил свое оперение. Мы видали, как вчера он выпорхнул в светло-сером костюме и направился, мы не скажем куда». Михаил Романович был подавлен. «Вы понимаете, что это значит?» А я только дошел до угла и вернулся. «Да что тут говорить?» Я все еще не понимал и наивно сказал, что жена Михаила Романовича умная женщина, если даже газета дойдет до нее, она рассмеется. Он крикнул, «При чем тут жена?» «Я вам говорю, что там скажут?» Он показал на потолок. Я пытался его успокоить, мало ли писали вздоро обо мне, Симонове. «У нас знают стиль бульварных газет». Но он не успокоился. «Вам все сойдет, вы писатели, а я человек военный». И вдруг не удержался, я слишком много пережил. Сказал и быстро спохватился, заговорил о другом. Потом он не рассказывал о своей молодости, о боях возле Самары, у Кронштадта, о встречах с Фрунзе, но никогда не возвращался к мрачным воспоминаниям. Теперь много пишут и еще больше говорят о жертвах культа личности, вспоминают расстрелянных, погибших в лагерях. Михаил Романович никогда не был арестован, он только ждал ареста. Семена Гудзенко спасли после тяжелого ранения, а умер он десять лет спустя от давней контузии. Михаил Романович был контужен ударной волной ежовщины. Только недавно я узнал, что скрывалось за случайно вырвавшимся словами «я слишком много пережил». Послужной список Галактионова похож на множество других. В партию он вступил в 1917 году, ему тогда было 20 лет, пошел на фронт, остался в армии, подымался вверх, кончил военную академию, работал в оборонной группе Совнаркома. Разразилась гроза, арестовали его сослуживцев. Дивизионного комиссара Галактионова обвинили в том, что он был связан с вредителями. В его шкафу нашли книги «Врагов народа». Партийное собрание единогласно постановило исключить его из партии, он лишился военного звания, работы. Ему повезло, полгода спустя его восстановили в партии, потом взяли на работу в Красную Звезду, а в 1943 году кто-то наверху вспомнил, что был такой скромный старательный человек, и Галактионова присвоили звание генерал-майора, ввели в редакционную коллегию Красной Звезды, потом перевели в правду, послали в Америку. Все стало на свое место. Только человек был контужен. Он помнил, как на собрании его называли трусом, подхалимом, лицемером, как ночью он прислушивался к шуму на лестнице. Поездка в Америку ускорила развязку. Михаил Романович был меньше всего подготовлен к трудным и сложным разговорам с американскими журналистами, за внешней вежливостью которых чувствовал неприязнь. Особенно мучительными были дни в Канаде. Я рассказал об обстановке. Я удивлялся, как спокойно держался при чужих Галактионов. Его травили, а он помнил, что не следует подливать масло в огонь, отвечал с достоинством, но, как всегда, учтиво, доброжелательно. На пароходе я сказал Симонову, что Михаил Романович душевно болен. Он пробыл, кажется, неделю в Париже, повеселел, ходил в книжные магазины. Как-то мы просидели с ним часок в лексенбургском саду возле памятника Верлену. Он говорил о священных камнях Европы, о герцине, о парижских рабочих. Я подумал, пройдет, человек жив. В 1947 году в Правде я встретил Михаила Романовича. Он плохо выглядел, был очень мрачен. Я хотел его развеселить, вспомнил, как в вашингтонской гостинице мы врывались в чужие номера, не знали, что цифры те же, но есть W и E, запад и восток, это походило на водевиль, но он не улыбнулся. 5 апреля 1948 года Михаил Романович Галактионов кончил жизнь самоубийством. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова